Вы готовы? Да, да Да, замечательно Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем с авторкаста номер 180 180 выпуск авторкаста под добрым и лаконичным названием Я открываю шоу-нот и сейчас, секундочку Нация Зум-Зум Нация Зум-Зум, да Потому что мы общаемся через сервис Зум, естественно, как и многие, которые сейчас общаются по видеоконференц-связи На сервер от компании Polycom у нас денег нет Это намек А у Владимира Утина есть Да, так что, если что, если вдруг Зум упадет, во всем виноваты вы, которые сидят дома и разговаривают по видеосвязи Хотя могли бы, могли бы писать письменно Я считаю, что лучшие вопросы, особенно важные, обсуждать письменно Поэтому пишите через свой Outlook, через свои Gmail, через чем вы там пользуетесь в своих корпорациях Но, пожалуйста, не надо вот этих бессмысленных совещаний в Зуме, которые могли бы быть обыкновенным e-mail Я могу тебе сказать, что совещания теперь заменяют вот эти сидения постоянные по кабинетам Когда люди садятся кружком и пытаются решить все эти вопросы И я могу сказать, что практически у всех сейчас компаний, у всех моих знакомых вот эта история так же происходит Они собираются в Зуме, включают видеосвязь Каждый там на фоне какого-то своего там кухни, кота, собаки и вот это все И сначала, знаешь, там ни о чем разговаривают, потому что все сидят дома и скучают А потом такие, типа, ну, а что там по делам? И самое главное, что из-за того, что люди не сидят друг перед другом, они начинают дефокусироваться Особенно, если кто-то вещает, знаешь, так будет прямо Ну, естественно, потому что, да, я, например, тебя перестал слушать после слова «люди сидят дома» Знаешь, как это называется, ты уплываешь такой, знаешь И потом тебе говорят такой, типа, Тимур, ну вот, а что ты думаешь по этому? А, да, 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 вы знаете Я полностью согласен, да ладно, всех расстрелять? Ты уверен? Нет, нет, ты знаешь, у прачи-то есть про эту тему, что, типа, называется параллельное мышление мужа, когда он слушает жену То есть муж сидит, кушает, думает о чем-то своем, а жена ему что-то затирает, и муж сканирует разговор жены на ключевые фразы То есть там, и получается так, ведь занавески должны быть какого цвета? Зеленого, дорогая? Да, да, а вот ковры, да, ковры должны быть ворсистые, дорогая, при том, что ты думаешь вообще про другое И там, кстати, Сэм, я беременна, и тут сработал режим самосохранения, понимаешь? Ты помнишь этот мем, где, типа, прыгает в окно такой папаша и убегает в закат? Да, 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 да Сквозь стекло, блин, ну, вообще, конечно, я могу сказать, что я наблюдаю в последнее время за рынками Чего, как происходит, и довольно грустная история, пацаны, вырисовывается, как бы И я могу сказать, что сейчас, когда вот я наблюдаю за тем, как вообще бизнес развивается в момент карантина Мало того, что мы все видим новости вот эти замечательные по поводу того, что там, типа, разорются рестораны Разорются там всякие бизнесы Я могу сказать, что когда открываешь ленту сейчас Фейсбука, Линкдина, Твиттера, там, и так далее Ребят, я никогда за очень долгое время, наверное, как бы, я не могу вспомнить такого момента, даже в 2014 году Чтобы такое количество людей писало посты о том, что, ну, вот и я ищу работу Ну, много народу, да, конечно, а как вы хотели Очень много народу, причем, как бы, такие, знаете, должности, типа, там, я, там, умею быть, там, сммщиком А я, там, маркетолог, а я, там, типа, фотограф, а я, там, там, креативные сессии делаю всякие А я, там, ивенты умею устраивать И я просто сижу охреневаю от того, что куча даже моих знакомых пишут, типа, их просто уволили Просто сократили, потому что бизнесы, там, навернулись по той или иной степени Ну, там, по той или иной степени, и это, конечно, очень грустно Мы представляться будем или нет? Мы вообще как для новых слушателей делаем? Смотрите, как бы, если вы сейчас нас слушаете, и вы все еще пытаетесь понять, кто такие завтракас Потому что внезапно завтракас по какой-то причине вернулся в топы iTunes'а Мы сами не знаем, почему, и там нас, последние наши выпуски вообще занимали там какие-то топовые позиции Если вы как раз тот самый человек, который решили посмотреть, а это что, отпокоит? Это что хоть такое, то... То завтракаст — это подкаст про игры, медиа и технологии Еще немножко про интернет, и еще про коронавирус И еще про то, какие у нас коты, кому какой штраф дали, и про прочую всякую фигню И у нас с вами трое постоянных ведущих И это я, маркетолог Тимур из Москвы Приятно знакомиться И, соответственно, вот там прямо сейчас только что поддохнул Это профессиональный подкастер из Москвы Дмитрий Замбак Поддакиваю там, Тимур, сейчас Да-да Блин, я сразу помню, что ты тот момент, где там, типа, чувак на шведском говорит И такой... И, значит, на заднем фоне такой вертал И он такой И там такой автомат Стреляет И вот там сейчас Тоже еще немножко поддакивал Это был Максим Зарецкий Профессиональный подкастер, видеограф И фотограф И кто-то у нас там еще И вообще просто хороший человек Я тебе могу сказать, что Настолько сильно степи Татарстана Расчистились из-за карантина, что сюда вернулось Иго Шутка посмененная Третий раз, я ее третий раз слышу Humans are the cancer Но знаешь Благодаря экономической ситуации Я вот Буквально месяц назад такой Подбился расходы, доходы Да ну нахер, выйду я из ивент-фотографии Выйду я из ивент-видеопродакшена Начну там подкастом заниматься Еще парой вещей медийных таких Которые не касаются никак этого всего И смотрю я на людей Которые мне сказали, что я дурак И закупили технику сейчас И такой Классно А ты же видел, что технику можно было закупить Типа по нормальной цене А сейчас теперь будет Ну вот я Я только фотиком притоварился Собственно тройкой И все Ну и как бы Отвалил Но это я просто к тому, что Прикинь Целая сфера ивент-сопровождения Вот, например, фото или видео Ты ивент-фотограф А у тебя нет ивентов Все ивенты в твоей квартире Ну фотографирую я не знаю, что там Проходящую мимо кота Будешь не ивент-фотографом А будешь фотографом, который Как это Подфолио дикой природы Вот тебе смешно А у меня есть аккаунт на Unsplash Это сервис, который Как бы высококачественный сток дает Он нужен скорее для раскрутки Потому что денег ты с него не имеешь У меня 4 картинки в топе месяца Это коты Ей Чтоб ты понимал Блин, надо выкладывать моего кота Короче, мне кажется Мой кот просто всех порвет Мой кот самый классный Я приеду, буду его фотографировать Тем временем на DonatePay Нам занесли 171 рубль Запишите хуенный выпуск Верю вас со Sony Спасибо Фасахов, спасибо тебе большое Да И все Хорошо Вот В общем, пацаны На самом деле Так как вы нас слушаете в записи То как бы мы Вы уже знаете Какой сюрприз у нас будет В этом выпуске Для тех, кто нас слушает Прямо сейчас в онлайне Вы услышите чуть позже Довольно классный сюрприз Интересный Многим будет это Довольно интересно Вот А вообще мы хотели поговорить Ну кроме того, что бизнесы рушатся Как вы знаете И вообще как бы Ну у всех все плохо Пока все сидят дома И пытаются работать Я могу сказать, что вообще В целом у многих сервисов Как бы довольно-таки нормально Например, вот Компонент Та же самая Которую Наш старый спонсор Мы как раз хотели Тоже сейчас про нее Быстрее рассказать Могу сказать, что У них, например, дела Все совершенно в порядке Потому что вообще сейчас В принципе сервисы Онлайн обучения Онлайн мессенджеров Онлайн видеосвязи Повышение квалификации И прочее Все довольно хорошо себя чувствуют И сервис Puzzle English Мы уже о нем говорили Это сервис Для самостоятельного обучения Английского языка Довольно-таки тоже Хорошо себя чувствует Я вот читал сейчас Как раз таки У Брабака Что там повышение Количества регистраций Было на 50% Вот В марте То есть Как бы Полтора раза больше И у Puzzle English Собственно Почему тоже Такой приток Хороший Потому что Они сейчас Дарят бесплатный доступ К двум курсам Начальному Для изучения Английского языка Так что Первый из них Это детский Это детский курс Это 88 уроков Для детей От 5 до 12 лет А второй курс Это beginner Для взрослых Там аж 198 уроков Для начинающих Изучать английский язык И это очень крутая история Если вы сидите дома И вы всегда думали Типа Блин Надо поизучать английский Надо поизучать английский Особенно Если у вас сидит ребенок Которого вам нечем занять А это очень полезная штука Как бы Очень крутой курс Разработанный Огромным количеством Методистов Со всего мира И В общем-то Я очень советую Саму себя И Эти два курса Сейчас бесплатно До 1 мая Вот Поэтому вы просто Берете и регистрируетесь И занимаетесь Вот и все Как бы И вот это довольно Классная история Опять же Куча увольнений Куча плохих вещей Но Люди Заперлись дома Стараются В общем-то Как-то выстроить Свои рабочие процессы Один из самых популярных Сейчас сервисов Как ни странно Не скайп Не дискорд Хотя вот это тоже Точно странно Точно дискорд В принципе довольно Нет Дискорд Очень популярен Но он Ты знаешь Где популярен Как из стран В образовании То есть я вам могу Сказать Что я сейчас Обеспечиваю Ну Непрерывное обучение В одном Казанском вузе Помогаем Там С организацией С планированием И очень многие Преподаватели Они для отчетности Используют Microsoft Teams Потому что Это подкладывается В папку посещаемости Вот Но Они многие вещи Такие Вне лекционной Ну то есть там Я не знаю Практики Проводят через дискорд А знаешь почему У студентов У всех есть дискорд Потому что они геймеры Вот такая логика То есть Это даже по-своему Тем более Дискорд же сейчас Поднял Имеет одновременных Пользователей На сервере До 50 По-моему То есть раньше За это надо было Платить А сейчас Они время Его увеличили И там Как бы Можно Больше толпой Собираться А среднестатистическая Вузовская группа Человек 25 И если тебе Не нужна Именно видеокартинка То в принципе Это удобно И дискордом Пользуются Просто Ну действительно Не так широко Как зум Потому что Это не бизнес мессенджер Так А теперь Главный вопрос Пацаны Самый главный Вопрос Дня Когда мы Проведем Уже Трансляцию Майнкрафт А нам Надо купиться В Майнкрафте Ты бы хотел сказать Ну да Знаешь Такой Типа Я представляю Как Знаешь Такой Дима Такой Стоит Такой Трансляция Упала Тем временем Дрейн Завис там 100 рублей Без Комментария Спасибо тебе Братан Я просто Хотел сказать Что нам Надо взять На Одном Ресурсе За 200 рублей Ключи Windows 10 Идишем И собраться В принципе Ее нормально Хватит Если честно Я бы поиграл бы Майнкрафт Но мы как Мы это потом Сделаем На стриме Построим Хрущевку И напишем На стене Пидор Вполне Можно это Сделать Это не сложно Я вам Объясню Немножко Свою позицию По слову Пидор Можно Давайте Вы не будете Убрить Вообще Нигде Пожалуйста Это же Не так сложно Ну come on Есть же Куча разных Смешных Эвфемизмов Которых Можно вместо Этого Употреблять Есть куча других вопросов Да Зачем вы это делаете Каждый раз Пожарить сосиски На заднем дворе Но В любом случае Мы Майнкрафт Вышел тоскливый Я построил домик А Дима свалился А это любые Стримы Морзо Так заканчивается Если мы нормально Поиграем То все будет Насколько И кстати Я думаю Что с Денисом Чаряевым Он бы собрал В Майнкрафте Не в Майнкрафте Я думаю Понимаешь А что там Жигеть двойничная логика Почему бы там Небудь в Майнкрафте Да Вообще Говно вопрос Собираем А можно еще И ускорить Или собрать Из красного камня Типа Это тензор блоки А ты видел историю Про то как Майнкрафте Ты видел В Майнкрафте Решили землю Проектировать Ты видел эту историю Да Там автоматически Алгоритм Генерирует Рассказываю Короче В Майнкрафте Теоретически Очень так Настолько много блоков Что там может поместиться Хоть две земли Но проблема Майнкрафта Того что там Высота 256 блоков По-моему максимум По-моему 256 Что-то около того Короче маленькая То есть Нельзя сделать Высокую гигантскую гору Которая вверх смотрит И для этого Есть специальные моды Которые это ограничение снимают И тогда блоков становится Типа Высоту можно строить Столько же Сколько в ширину Короче люди объединили Два мода Один мод Это который Снимает вертикальные ограничения Один мод Который Берет гугл Карты И просто вот Карту высот Выстраивает таким образом Как она выстроена На земле На картах гугла Понимаешь да И запихнули это На один реалм Майнкрафта Соответственно там Не переносится строение Не переносится здание Но вот именно высоты Там горы Там условные Прочее Все это формируется И чувак там Запилил видео Где призывал там Всех моддеров И любителей Строить что-нибудь В Майнкрафте Прям целую планету Земля туда Пере это самое Перенести Приходишь Строишь там Короче Нижние ватутинки Нет просто Ты спавнишься В Либерии И тебя убивают Там В чате Креша Что я Работаю Учителем И не поверите Был сегодня Вебинаре Образовательный Потенциал Дискорда И Майнкрафт Вот так Я считаю Что это очень Крутая история Потому что В целом Майнкрафт Для объяснения Физики Логики Прочих вещей Для детей Маленьких Физиков Это очень Крутая история Приручать Свиней Да Тимур Ответь нам на вопрос Как приручить Лошадь в Майнкрафте Короче Пацаны Я все К чему Это все Вел Аккуратно Дело в том Что одним из Самых популярных Сервисов Для того Чтобы Общаться Сейчас С точки зрения Бизнеса Является Сервис Зум Которым На самом деле Давно Многие Уже Пользуются Я могу Сказать Что я Проходил Днем Собеседование Еще Что-то В 2016 Году Кажется По-моему Я туда Еще подумал Что за сервис Такой Мне говорят Ты че Это пиздец Как модно Я такой Ну окей Хорошо Не вопрос Ну вот И потихонечку Он развивался Развивался Даже Завтра Каст С начала Годы На самом деле Ведет Свои Развляции Вот мы сейчас Ребят Мы связываемся Тоже через Зум А мы В декабре Даже Не с начала Годы Ну возможно Ну по крайней мере Вот весь 2020 Год мы уже В зуме А не в дискорде Связываемся В чем прикол Дело в том Что Ну естественно На зум Начали все Обращать внимание Типа А че это Такой Там За зум Такой Да И выяснилось Что это Дырявая Санина Которая Навеси Замечательная Статья Называется Утечки данных Отсутствие Шифрования Передача данных Фейсбук За что критикуют Видеоконференцию Зум И есть ли ему Замена И картинка С видеоконференцией В зуме Правительства Великобритании Где они Не скрыли Ни названия Своего зум Митинга Там Как бы Число Цифры Девятизначные Ни названия Своих никнеймов Ничего не вскрыли Я просто представляю Там включается Гейпорно И они говорят Дима Тебя все просят Сделать потише Фоновую музыку Легко Причем Уже много Знаешь Ты врубаешь Что-то Порно-бомбинг Там Какой-нибудь Жесткий Гейпорно И британское Правительство Не удивляется Они говорят Лорд Сассекский Отключите пожалуйста Камеру Мы все понимаем Но А он такой Знаешь Либо Что? Что? Это не я Что я Почему всегда Лорд Сассекский Что за хер Вы же видели ролик С Джоном Синой Не видели Нет Джон Сина Джон Ты может быть Просинца Нет Джона Сина Джон Сина Который Бурец Который мем Ходячий Сидит дома На самоизоляции Как и мы все Сейчас Но И такой Значит Типа Со спины Его камера Снимает Типа Он что Делает Он там Поворачивается Камеру К нему И он Естественно Плескает На ручке Санитайзер Чтобы ручки Хорошо Помыть Вот такая Я просто Видел Такой ролик С Лысом Бразер Который Джонни Синс И вот Он Такое Делал Перед Макбуком В своей комнате Может я Перепутал Какая разница Этих лысых Хуй разберешь Ладно Хорошо Короче Зум Дырявое Говно Вот я К чему Слушайте Там вопрос В том Что Во-первых Например Зум По какой-то Причине Требует Владельцев Windows И MacOS Очень Больших Прав Включая Права Администратора Вообще Вообще Все твои Записи Для чего Оказывается Это сделано Якобы Для Очень Упрощенного Апдейта Чтобы ты Когда Нажимаешь На кнопочку Апдейт Чтобы у тебя Программа Сама по себе Там Все перезапустилось Ты вообще Ничего не делал Ну так и Тоже самое Делал Да Но там Они для этого Просили Реально Доступ Вообще Админский Вообще Ко всей Системе Плюс Оказалось Что Зум Например На Mac Оставлял Даже Если Выключаешь Программу Оставлял Специальный Веб-сервер Работающим В памяти И С помощью Этого Веб-сервера Можно было Например Удаленно Подсоединиться И Например Включить Юзеру Камеру Микрофон И Просто Типа Позырить Что там У него И Можно Интересно Ролики Выводить Был бы То есть Не камеру Включить А выводить Ролик С колодцем И Шептать Микрофон Семь Дней Во время Карантина Очень актуально Мне кажется Учитывая Что Там же Обминские Права Я думаю Что и ролик Можно было Пустить Но Смысл В том Что Apple Пересрала Быстрее Чем Пересрал Сам Zoom И Apple Удаленно У всех Людей Короче Пошла И в системе Исправила Этот баг Чтобы Не Включался В итоге Не оставался Включенным Веб сервер Зума А почему Ты компании Zoom Не веришь А компании Apple Веришь Ну Ты знаешь Сложно Сказать Но Apple Очень Много В своей Бизнес Практике Ставит На Приватность Вот Для того Что Практически Все Так Скажем Чайни И бизнес Интересы Apple В сфере Энтерпрайза Строятся На том Что Ее выбирают Во многом Из-за Приватности Понимаешь Потому Что Например Крупные Компании Там Особенно Ну Типа Действительно Крутые Крупные Энтерпрайзы Если Выдают Телефоны Своим Сотрудникам Не Работнику Склада А Типа Ну Там Реально Экзеком Топом Там И прочее Они Не Выдают Андроид Экзеком Выдают Экзеком Да Я понял Хорошо Экзекитив Продюсер То есть Они Выдают В основном Типа Айфона Айпада И так далее Потому что У них Секюрность На более-менее Высоком Уровне И Ну И Опять же Правильно Напишут Что Репутация И прочее Просто Понимаете Гугл Что Говорит А Вообще Не Я не Причем Гугл Говорит Это Это Все А Ховей Говорит Типа Бабал А Потом Берет Тебе Там Берете Условно Там Какой Самсон Говорит Спасибо Что Не Взорвался А Эпл Тебе Говорит Этих Русских Быстро Как Приезжать К Так Бля Это Не Пол Похоже В общем Это Алкотели Скорее Говорил Но Я могу Скать Что Зум Конечно Редкостно Дырявое Говно Но Это Действительно Сервис Который Стал Очень Популярным И За ним Начали Тянуться Другие Компании Мы Вам Напоминаем Байку Который Может Блин Вам Чет Раз 6 Или 7 Говорили О Что Shareholders Митинг У Этого Гугла Гугла Ты Рассказываешь На каждом Подкасте Мне кажется Ну Кому Что Чтобы Понимали Степень Того Что Даже Google Не пользуется Своим Собственным Hangouts И Кстати К этому Подходит Интересная Другая Новость Что Якобы Потихонечку Пытается Догнать Zoom Компания Microsoft С помощью Скайпа Потому Что Появилось Несколько Интересных Слухов Во Первых О том Что Во первых О том Что У Скайпа Появится Новая Версия Которая Будет Сделана Не на ОВП Тот Самый ОВП Который Максим Очень Любит Да Все Все Обожают Пользователи Вин Максим Напомни Нашим Пользователям Вот тем Кто Вообще Не в зуб Ногой Что Такое ОВП Это Была Попытка Майкрософта Скрестись Рака Щуку Транзистор И колбасу Короче Это Типа Универсальное Супер Приложение Ты его Пишешь И оно У тебя Работает На Иксбоксе На ПК На Мобиле И на Чем-то Еще На Всей Экосистеме Типа Майкрософт Но Там Была Тьма Тьмущие Ограничений Качать Это Говно Можно Было Только Из Магазина Приложения Windows И Например Увп Игры Если Брать Например Forza Horizon Какую Условную Третью Четвертую Их Нельзя Захватывать ОБС Нормально Ну Захватывать Весикран Это Упаковки Приложения Да Да Это Пакуется Оно В зашифрованный Архив Значит Там Нельзя Включать Оверлей Там Нельзя Включать Например Весинг Там Не Работает Вообще Ничего Там Принуждительно Весинг Там Насколько Помню Там По крайней мере В Forza История Была В том Что Несмотря На То Что У тебя 144 Герца Монитор У тебя В самом Будет 60 Герц 60 Будет Короче Вы же Про Игры А я Гру Про Приложения Приложения В том Числе Это Все Для Приложения Работает Потому что Они не могут Нормально Ресурсы ДПУ Использовать Они не могут Нормально Сторонний Оверлей Подключать Они в целом Более Ограничены Чем те Приложения Которые Не УВП А все Это Сделано Было Я так Понимаю С точки Зрения Универсализации Чтобы Это Приложение Запускалось На чем Угодно На Xbox На Мобильном Виндовсе Которого Больше Нет Везде Это Любимая В народе Контейнеризация И виртуализация Ты берешь Какую-то Песочницу У которой Ограничены Ресурсы Внутри Нее Запихиваешь Приложение И она Берет Те ресурсы Которые Ей Нужны Типа Того Чтобы Она Не лезла Никуда И Соответственно Ты Один раз Делаешь УВП Приложение И оно Теоретически Работает Везде Ты делаешь Для Условных Xbox Для Компай Для Windows Фона Не к ночи Будет Помянутой Идти В теоретическом Удяйте Приложение Работает Везде Одинаково Есть же Новый Windows Мобильный Которые Называются Windows 10 С Что Или Как-то Так Которые Типа Ограниченные Попытка Windows RT Номер 2 Он Для Планшетов Я Короче Тебе Так Скажу Что Это Universal Windows Платформ Которые История В Оба Игрожения Я Так Понимаю Что От нее Сама Майкрософт Потихонечку Уже Абстрагируется Я Не Очень Знаю Смогут Ли От нее От 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 Сказаться Скорее Всего Нет Смотря Как Это Все Сделано Ну Смотри На Xbox Все Работает Через Эти Увп Конкретно У Скайпа История Была В том Что У них Было Это Увп Приложение Это Понятно Что Они От Так Скажем Веб Версия Приложений Преймворк Да Такой Специальный Фреймворк Который По сути У тебя Вроде Как Приложение Но По факту У тебя Запускается Веб Интерфейс Внутри То есть Я могу Скажем Тот же Самый Спотифай Сделан С помощью Электрона Тоже То есть Вы Даже Не Просто Сделан Как Веб Версия А Если Вы Нажмете Кнопочка На Маке Команд Р Ну То есть Это Типа Аналог F5 На Винде И у Тебя Внутри Приложения Обновится Интерфейс Ну То есть Это Реально Просто Тупо Веб Интерфейс Вот И Я так Понимаю Что Это Сделано Скорее Все В погоне За Тем Чтобы Людям Ничего Не Надо Обновлять Потому У тебя По сути Такой Терминал Веб Где У тебя Просто Не Приложение Обновляется Обновляется Просто Веб История Вот То есть Как бы Веб Окошко На серваке Вот И плюс У тебя Получается Больше Контроль За приложением Потому Что У тебя По факту Опять же Запускается Веб Интерфейс А не Запускается Приложение Которое Внутри В себя Что-то Делает Вот И Еще Вторая Новость По этому Поводу Был Даже Такой Больше Слух О том Что Якобы Скайпе Планирует Переделать Интерфейс И якобы Этот интерфейс Будет очень сильно Похож На Zoom Слава Украине Женщина 200 долларов Спасибо тебе Братан На Этот На Донейшн Алиртс Куда это Пришло Я не Не вижу Разница Куда Это Пришло Кому То Эти Деньги Достанутся Максим Объясню Свою боль На секунду Я вам Объясню Свою боль Я сейчас Веду Переписку С Донейшн У них Хорошая Поддержка Она Задает Очень Конкретные Вопросы Она Как бы Нигде Не Посылает У Mail.ru Вот Мы их Постоянно Ругаем Надо Их Похвалить У них Очень Хороший Портал Поддержки Интуитивный Классный Тикеты Прикольно Создаются Есть Только Один Момент Одно Такое Но 7 часов Среднее Время Ответа На Каждый Вопрос Извини Может У них Один Чаек Все Это Время Работает Остальные Дом Сидят В любом Случае Слава Украине Большое Тебе Спасибо Это Очень Город И Спасибо Что Нас Поддерживаешь Смотрите Я По поводу Скайпа Посмотрим Я Пользовался Им Последний Раз Пару Месяцев Назад Для Того Чтобы Собрать Нашу Команду Чуваков По Маркетингу В Компании И Это Была Боль Особенно Вот Каждый Раз У Тебе Нормально Настроенная Громкость На Устройство Это Все Ну Там Типа Музыка 70% Громкости Ну Там Включил Какой-то Видос Что-то Говорят Короче Потом Берешь Ах Да Надо Собирать Команду В Скайпе Берешь Типа 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 И Там Реально Вот Этот Звук Звонка Скайпа Расстрелять Еще Надо было Расстрелять Втройне Просто Кто-то Придумал Что этот Звук Надо Делать Таким Громким Что Мутисуку Просто Раскраивал Твою Ух Еще На Сверх Высоких Частотах Работает Он Еще Задран Чтобы Ты его Специально Он Тебе В Говно На Электроне Ну Я Объясню Типа Говно На Электроне Может Быть Но Для Эдюкейшн Это Реально Прикольная Тема Там Есть Журнал Там Есть Значит Виртуальная Доска Там Можно Подсасывать Всякие Штуки Нативные Майкрософтовские Приложения Презентации Показывать Документы Какие-то Ну То есть Преподу Очень удобно С Тим Сработать В Зуме Ты просто Показываешь Свой Десктоп А у тебя Там Иконка X Videos Точка Ком Да 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 И Всю свою Хентарь Слава Украине За еще Долларов Будь ласк Спасибо Спасибо тебе Чувак Будьте Как Слава Украине Короче Объясняю История В том Что Когда Вы Вот Пользуетесь С Тимсом Там Есть Видеосвязь Там Есть Запись Там Есть Отчеты Там Есть Запись Которая Причем Грузится Локальная Грузится На Майкрософт Стрим Ну Чтобы Паблик Этого Вешать Он Настолько Гибкий Удобный По меркам Майкрософта Понятно Что там Есть Куча Проблем Я просто Не вижу Смысла Скайпа Существовать Тем более Для корпоративных Я объяснил Для корпов Он идет В нагрузку С офисом То есть Например Тот же Казанский Федеральный Университет Получил Тимс Потому Что У него Есть Офис Ты говоришь Про Скайп Фо Бизнес Или Про Что Я Сейчас Про Тимс Говорю Про Стимс А есть Еще Линк Который До Хуй У Майкрософта Был Линк Когда Я Понимаю Что Это Не Корфилин Это Глювение Линк Загнулся В угоду Тимс К чему Вы Все Это Обсуждаете То Смотрите Скайп Говно Я Последний Раз Пользовался Скайпом В 2019 Году Когда У нас Упал Дискорд Нам Надо Было Срочно Записать Подкаст И мы Решили Собраться Нет Мы Пытались Собраться В скайпе Вы помните Этот момент Пытались Собраться В скайпе Я забыл Свой пароль Я его Восстановил Захожу В скайп И мне Тут же Пишет Какой-то Мой коллега Который Давным-давно Со мной Что Типа Не одолжишь Ли ты Мне денег Естественно Спамер Какой-то По-моему Мы закончили Тем Что Тимур Купил Зум Прям Вот Да И закончилось В тот же Самый День Тимур Пошел И купил Зум Это было То ли В сентябре То ли В августе Прошлого Года На этом Как бы Зум Я купил Как бы В декабре В декабре В декабре Это у нас В декабре Было Реально Был В декабре Я просто К тому Что Я думал Что За то Время Что Я не пользовался Скайпом Я им пользовался По работе Какое-то Время Еще В 2017 Году Я подумал Что За два Года Там Наверное Весь дизайн Перепилили Нет Он как Был Говном Из 2014 Так и Остался То есть Он вообще Не менялся Теперь с Анимацией Да Со всякой Ерундой Которая Нахер Не нужна То есть Это Странная История Зато Там есть Смайлик Как будто Ты Эмма И себе Челочку Убиваешь Да Могу сказать Что Реально Если у вас Там Где-то В Слава Украине Завез нам Еще 200 долларов Текст сообщения Спасибо Братан Спасибо тебе Чувак Сморишь написать Нам текст сообщения Короче Я уверен Что За те Сколько-то лет Проходила Вся эта история Вполне легко Можно было Придумать Какой-то другой Интерфейс Как-то Переначить Этот скайп Потому что Сама технология Скайпа Она не такая плохая То есть Она ничем не отличается От того же Зума Или от того же Дискорда Это как бы Ну В чем проблема Взять переписать Просто Сука Тупо Интерфейс Ну камон Ну это как бы Один из ваших Как бы Ну топовых Наверное Продуктов Нахера вы его покупали Вообще Майкрософт Алло Алло Ну то есть Непонятно Для чего Зачем они Почему на него Забили хуй Вот сейчас Все эти статьи О том что Зум растет Зум там типа Херовое шифрование Хуевое все Давайте альтернативу А предложите Блять альтернативу Давайте Вы предложите Альтернативу Которая не висит Не падает Имеет адекватный интерфейс Нет такой Ну подожди-ка У тебя есть Дискорд Супер Дискорд Сколько Какое количество Человек ты можешь Собрать Как ты думаешь 50 Духа С видео Я имею ввиду Ты можешь Сделать конференцию На 100 человек Сейчас же по-моему 50 же На 100 человек Ты можешь Конференцию сделать Нет Ты можешь Сделать так Чтобы один человек Ты можешь 100 человек Собрать В зуме Блять Где Алло Серьезно Сто человек Можешь Собрали Да Легко Там есть тариф Я тебе просто Объясню Одна из вещей Которая выделяет Сильно Очень зум На фоне Положить Ну как человек Который Все эти опции Изучал У зума Охренительно Гибкая Тарификация Калибе Реально Можешь Как бы Подобрать Тариф Под себя А тимс Ты либо Как бы Покупаешь Полкило Либо Ты бы не покупаешь Ни хера Вот примерно Такая Как бы Топовая Которая делала Копировальные аппараты А в условном Там я не помню Где В Узбекистане Что ли Они называются Канонами Их называют Канон Реально Потому что Канон Потому что Канон То же самое Будет и со скайпом То есть Условно Да Вы будете Общаться По скайпу А на самом деле Через зум Ну как бы То есть Так это будет Работать Потому что Сейчас на самом деле Я могу сказать Что зум Стал уже нарицательным И многие говорят Типа там И позвони мне в зуме Там зум Ну типа Let's meet in zoom Там вот это все Поэтому у нас Поколение зум-зум Зумера проклятые Знаете Я тут до записи С пацанами Обсуждал этот вопрос Вот мне интересно Почему нету Какого-то Нашего Русского стартапа Который в России Да сертифицирован Который бы работал Там с каким-нибудь Условным ФСБ Или там Условным там МВД Чтобы они сделали Сертифицированный Для России Видеочат Именно для Госкомпании И там для Того же там Не знаю Путина и компании Потому что Смотрите как интересно Вот вы смотрите Сегодня новости Про коронавирус Читаете И там написано Президент провел Сеанс видеоконференции И там картиночка Где у него стоят Две поликомовские камеры И оборудование поликом стоит А поликом это Блять Плэнтроникс Американский Ну то есть В какой Какой еще стране Блять Это возможно Что-то мы Орем на всю На весь мир Что типа Не-не-не-не Только блять Отечественное ПО А нету его Блять В сфере Видеоконференции По той же причине По которой в Татарстане Стандарт ВКС Это Sony и Pella Везде Ну просто странно Что условно Там не знаю Не взяли каких-нибудь Там чуваков Там из какого-нибудь Сколкового Не дали им государственных денег И сказали Вот на Держите Пилите нам Видеочат пожалуйста Они привезли бы тебя Боятся что говно будет Боятся или знают Я просто напоминаю вам Пацаны Что в России Все политики И элиты Резко пересрали Ввели Гигантские Просто карантины Адовейшие условия И начали резко развивать Больницы строить Вот это все В тот момент Когда стало невозможно Улететь Лечиться Германию Швейцарию США Израиль Понимаете И как только они поняли Что типа Этого сделать нельзя Тут же блять Ну-ка нахуй Больницу построили За неделю За неделю нельзя Ну за две недели Блять Построил сука быстро Понимаете И как бы Вот здесь то же самое Как бы Пока можно пользоваться Как бы Могут Будут пользоваться Как только Знаете Возьмут И не разрешат Как бы Все охуеют И тут же Разработают Все сделают Ну это Случится Только с таким Короче Даю вам идею Пацаны Если вы пилите Свой стартап Делайте Видеоконференц-связь В ближайшие Несколько лет Она реально Всем понадобится Да В Европе В Европе Черт Самокаты Велосипеды Велосипеды Электросамокаты Электровелосипеды Типа Аренда Вот Всего того Что человек Может один Или вдвоем Ездить Но не на машине Ну то есть Именно Микромобилити Вот Дожди В Москве Эта история Последний год Тоже как бы Была Развивалась Видела Сколько появилось Самокатов Короче Один из очень Крупных сервисов Который называется Бёрд Который как Ну птица Он причем Резко быстро Вышел И в Европу И даже в России По моему Он пришел Прошлым летом Ну то есть Бёрд реально Прям резко Быстро Просто пришли Причем Как вы знаете Вы наверняка Смотрели в Южном парке Всю эту тему По поводу Соответственно Всю эту тему С самокатами Что типа Их все бесит И эти самокаты Все люди выбрасывали В воду Разбирали их Там сжигали Ааа Я видел Знаешь какой Я видел твит Где чуваки Написали что Вот люди не выходят На улицу И типа В воду Вернулись самокатики Природа удивительна Короче Действительно С самокатами Люди поступали Черт и как Но Как вы понимаете Из-за того что люди Теперь на улице В смысле Не на улице А дома И они не могут ездить На самокатах И сервис Соответственно Bird Пошли И уволили дохудя Своих людей Как они Это сделали Они взяли И сказали Что пацаны Срочное совещание Всем Вот тем Кто на самоизоляции Срочное совещание Будет Вот там Типа там Ну условно Два часа Вот вам Вот обязательно Приходите Короче И присылает И присылает Ее там Чуть ли не Чуть ли не Четыреста Человек Что ли Вот Типа заходим Зум Дохврена На людей Сейчас будет От SEO Очень важно Очень важно Будет объявление Они приходят А там Предзаписанный ролик Который Говорит Братаны Вы уволены Пока Астрак Занес нам Тысячу рублей Парни Спасибо за Автрак Астрак Скрашивайте Карантин И вечера Дома Успех И здоровья Вам Спасибо тебе Астрак Это просто Ты знаешь Этот карантин Замечательно Вся эта история Самоизоляции Ты раньше Читал Пратчета Тебе было смешно Читал Значит Какой-нибудь Оньян Тебе было смешно Смотрел Южный парк Тебе было смешно А сейчас просто Рассказывают Сюжет Южного парка Ты понимаешь Что это Блять новость Самое смешное Что если Люди Реально Были уволены По видеосвязи Причем Предзаписанным роликом Такие Ну расстроенные Идут в банк А в банке Вот из тот момент Из Саус Парка Когда знаешь And it's gone Ну вообще Я могу сказать Что опять же Это с точки зрения Вот социальной Это пиздец Ну потому что Что вам мешает Просто взять Нормальному человеку Прийти Всех дождаться И сказать Я понимаю Что там будут Орать в ответ Кричать Там и прочее Ну просто берешь И такой Типа Вот спокойный Какой-то человек Пацаны У нас там Тяжелое время Вот это все Короче Мы не можем Облатить зарплату Потому что Оборотных средств Компании Не хватает Это все Ну так и так Мы вынуждены Там типа Вас или отправить Там какой-нибудь Там типа В отпуск засущего Или еще Ну короче Вот прям как-то Мягко так сказать И принять На грудь Вот всю эту хуйню Мы Ну Перепрофилируем Бизнес До этого Вы делали Ренду самокатики Теперь мы делаем Стартап Который Вы едете На этих самокатиках И привозите Люди вещи Кто готов Ну то есть Как бы Перепрофилироваться Можно было Согласись Ну Теоретически Да Но нет Но смысл Вот в чем Что Я очень хорошую Вещь прочитал В твиттере Забыл Кто написал О том Что Это тот самый Тот самый момент Знаете Когда После пандемии После всех Вот этих Историй С коронавирусом Который сейчас Происходит Можно бы Приходить В компанию И читать На сервисах Типа Глаздор Где люди Пишут отзывы О компании Где они там Типа работали Или спрашивать Там у друзей Или читать Посты в интернете Как какая-то Компания Поступила Во время Пандемии Ну типа Уволила Не уволила Сохранила Зарплату Не сохранила Там вот Нужен Нужно Какое-нибудь Нужно Какое-то Собрать Где люди Будут Собирать Эту историю Типа А вы Помните Как Зум Себе вел В мэрте 2020 Я помню Вот И кстати В этом плане Интересная история Сейчас была С Apple Оказалось Что Apple Отправил В США Всех своих сотрудников В магазины В отпуск Но Чтобы вы понимали Она одна Из единственных Компаний Вообще В мире Без исключения Российских Компаний И прочее Которые Отправили Людей В оплачиваемый Отпуск И для США Это типа Вообще Просто нонсенс Типа Тебя прорвет В оплачиваемый Отпуск Потому что В США Пойдлив Ну типа Пойдемый Отпуск Это типа Редкость На самом деле И очень Немногие Компании Его предоставляют Тебе И в данном Случае На Apple Все просто Молятся Говорят Нихрена себе Но тут Нашли до чего Доебаться Оказалось Что Якобы Сейчас Уже Миллионы Слухов О том Что в апреле Без всяких Конференций Без всего Apple запустит iPhone SE 2 Который Будет называться iPhone 9 Якобы Вот И iPhone 9 Это по сути Будет iPhone 8 Ну в корпусе iPhone 8 То есть Это помните Как был iPhone 7 iPhone 6 Вот это все Не iPhone 7 И iPhone 8 Они были примерно Одинакового корпуса Только У 8 был корпус Стеклянный Так ну и что Будет все то же самое Только с более крутой камерой И с более крутой начинкой Типа И все Все остальное Будет то же самое Вот И он тоже будет стоить Супер дешево Вот И вроде как Они в апреле Типа Без помпы Без всего Запустят И вот они Якобы Американским Своим чувакам Которые Типа Работают У них В ритейле Которые Сейчас сидят Дома Нихуя не делают И получают Бабки Они начали Некоторым Специалистам Рассылать iMac И говорить Пацаны Вам нужно будет В онлайне Поработать В саппорте Ну нужно будет Там Поконсультировать Людей Вам будут писать Типа Про новые Телефоны Работать И как бы Вообще Вот пидорасы Я такой Сижу Думаю Нихуя себе Сидят чуваки Типа Просто плюют В потолок Типа Бабки получают При том Что все Собратья В США Охуевают Потому что Просто Нахуй Выпиживают И тебе говорят Братан Тебе надо Из дома Чуть-чуть Поработать Вот пидорасы Ну реально Это вообще Некрасиво Ну смотря Смотря Просто как Это подавалась Эта новость Может быть Люди Когда Это услышали Они подумали Что им надо Ехать В офис Apple Понимаешь Там работать То есть Как бы В условиях Куда-то ехать Там Работать В OpenOffice Это так себе Идея Согласись Не Им Типа Домой привезут iMac Типа Как раз Чтобы они Могли Нормально работать Типа Включая Видеозвонки И аудиозвонки Типа Чтобы нормально Отвечать Типа Покупателям Ну по сути Саппортом Заниматься Ну видишь Там некоторые Начали хуесосить Типа Я думаю Вот вы суки Неблагодарные Ну слушай Та же история Кстати с Sony Они Глобальные Sony Я имею ввиду Они вот Когда распустили Свои европейские Американские офисы По домам Причем Все-все уехали И киношники И музыканты И там Эти как называют Игровые разработчики Они же Этим Лидом Ну то есть Людям Которые отвечают Все-таки за менеджмент Других людей Они помимо того Что их отправили Там С сохранением Они же раздали Steamulus Тысячу баксов Каждому сотруднику Чтобы они могли Улучшить свои условия Удаленной работы Ноутбук купить Вебку Микрофон нормальный И так далее Ну то есть Тоже в общем-то Своего рода Правильная политика Ну они вот таки Сами выдавали Правильно? Да-да-да Деливерили от чувака Ну хорошо Ну вообще Короче опять же Вот возвращаясь К этой всей теме Что условно Через полгода Год Если будете куда-то Устраиваться Не забудьте Почитать Что писали в новостях Про компанию Особенно если это Большая компания Что они делали Как они себя вели В момент Когда вот была Пандемия Если вели себя Как пидорасы Ну стоит задуматься Если вели себя хорошо Стоит ли доверять Стоит ли доверять Компании дальше Потому что Там уже появились Призывы В Твиттере Что мол Вот компанию Бёрд Которая делала Эти замечательные Как это Называется Самокатики Самокатики То же самое Поэтому Посмотрим Это же конкурентная Война И в общем-то Учитывая Что мы все От этой пандемии Будем год-два Минимум Отходить Поэтому еще Посмотрим Как все это будет выглядеть Но вообще пацаны Киберпанк И полный пиздец На фоне пандемии У нас Не заканчивается Погоди Я переключу Задник Рассказывай У нас не заканчивается Тут у нас Кто еще обосрался Так У нас обосралось Правительство Москвы Вот Ну Ну давай Ну рассказывай Ты хотел такой Такой Адвокат дьявола Бля нет Совсем Облечил Сказать Да Ну вот Смотрите В Москве Как только поняли Что Знаете Вот как Типа Коронавирус хуйня Пандемия хуйня Все хуйня Особенно Знаете Вот На фоне Новостей О том Что типа За Фейк ньюс По поводу Коронавируса Типа будут штрафовать Что-то на 5 миллионов рублей И вот это все Теперь все вспоминают Вот эти все Знаете там Леонида Рошали Всяких Онищенко И всех 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 там Политических Деятелей Которые Говорили буквально Еще пару недель Все хуйня Вообще хуйня Забейте Это все Истерия Массовая Это Не беспокойтесь Так Все нормально Короче Вот все ждут Когда вот этих Людей Начнут штрафовать Ну так Вот Примерно Примерно Такое же Отношение В общем-то Было В первую очередь У наших властей К пандемии Коронавирусу Когда Все расслабились Все хуйня Которые по телевизору Ну понимаете Когда нашим людям Берут И говорят Типа Что Вы должны Оставаться Дом Мало того Что народ Идет на шашлыки Условно И вообще Срать Ебал Всю эту хуйню Так еще И народ Что Чиновники Вы слышали эту историю Про людей Которые работают Там в Минздраве Которые Приезжаешь из Италии Поебать Меня не касаются Правила Типа Пошел на хуй Пойду Типа Всех заражать Так Так Совершенно Обычные люди Как бы Тоже Была сегодня новость О том Что человек Мужик Просто взял Типа Получил Подтвержденный Себе диагноз Коронавируса Приехал домой Типа Точнее В димой Даже А на дачу Посидел дома Ему стало плохо Он приходит в поликлинику Ничего не говорит Про то Что у него коронавирус И идет Со своей температурой Делает рентген легких И в момент Когда он идет По больнице Его пробили по базе И выяснилось Что у него есть Подтвержденный диагноз И просто в этот момент Выходит главврач больницы В холл больницы Всех на хуй запирают И говорят Пацаны Никто из больницы не выйдет Пока всех сейчас Не перепишем Инфекционная бригада Не придет И всех на карантин Всех кто сейчас Больниц В здании находится Всех на хуй на карантин Вот То есть просто братан Такой пришел А что я буду Че-то кому-то говорить Это что Сейчас меня задержат Ну подожди Ну а с чего С чего ты решил Что Обыкновенный гражданин Должен что-то знать Об инфекционных заболеваниях Как они распространяются Ну как бы Чувак ему сказали Сиди на хуй дома У него даже подписка была Блядь дома сиди Не рыпайся Что-то происходит Зазвони в скорую У него все У него подписка Даже есть об этом Ну кому он Он просто пошел И наплевал Начихал На всю эту хуйню Понимаешь Да мне поебать Понимаешь Вот И вопрос в том Что именно По этой причине Наши власти Как бы довольно Довольно логично Поняли что у нас Надо вводить Китайский сценарий Когда просто нахуй Ну прямо жестко Всех контролировать Но и естественно Контролировать жестко У нас Легко и быстро Не получается Поэтому Что сделали Правительство Москвы Они короче взяли Слепили резко быстро Приложение Которое называется Социальный мониторинг Пока что такой Для Андроида Его уже нет На андроиде Подожди Блядь Макс Зачем ты Всего Знаешь Такой Интригу Взял И все Разнес И разорвал И убил Короче Нарративный Сторитейлинг Не твое Потому что режиссер Режиссер Котеночкин Все нормально Короче Смысл На ios Его вообще Не пустят И в общем Это приложение Его уложили В google play store И соответственно В google play store Его обязали Скачать Определенное количество Людей Уже просто Скали Типа Вы должны Его скачать Потому что По нему Будем контролировать Ваше На сонахождение В первую очередь Это были люди Которые Как раз таки Болеют Подтвержденным Диагнозом А если у меня Не думается На android Телефон Чего Говорили Что выдадут Смартфон Да И смысл в том Что люди Начали возмущаться И говорить Что пацаны А вы в курсе Что ваше приложение Запрашивает доступ Вообще Ко всем правам Которые только Есть на вашем Телефоне Вообще Ко всем То есть Включай файловую Систему К звонкам К местоположению Какая ху-разница На выданном телефоне Пусть делают Что хотят Вообще Да Но там же Хотели Чтобы вообще У всех Все это работало Я считаю Что в данном случае Надо поступать Очень просто Говорить Что никакого Телефона У тебя нет И кто вы такие Я вас называл Идите нахуй Тебе выдают Android телефон Xiaomi Или Huawei Какой-нибудь дешевый Знаешь Или вообще Телефон без надписи В смеле Все такое выдают Да Ставят это приложение И все И ты спокойно Просто Ходишь с этим телефоном Не звонишь по нему Ничего не пишешь Какая ху-разница То есть Как бы Пусть все Что угодно Там делают Здесь самое главное Другое Что Мало того Что там все Запрашивают Это тотальная слежка Там же выяснили Что Это приложение Первое Пересылает Все данные На сайт Эстонской компании Так Для чего И она пересылает Их все Не в зашифрованном виде Подожди А для чего она Пересылает данные В Эстонии Это компания Которая занимается Распознаванием лиц А То есть На сервера Какие-то в Эстонии Отправляются Фотографии Да Получается Да Отправляются фотографии Не в зашифрованном виде Включить И на все остальные сервера И оно исчезло И оно исчезло Из Google Play Store И все такие А победа Хуя Вот это все И сегодня Появилась новость О том Что Эдуард Лысенко Это глава Московского департамента Эдуард Лысенко Можно в принципе Запретить необходимые Permissions Условно Оставить лишь Геолокацию Это на самом деле Честь и правда На IOS Тоже это можно сделать Но проблема в том Что на IOS Apple просто не пропустит Это приложение Потому что оно нарушает Все гайдлайны Вот И ну как бы Его реально просто Не будет на IOS И вот в чем прикол Что Ты можешь такое говорить Типа что Это же нарушает Все законы абсолютно Все возможные законы Но для этого Напоминаю вам Что Правительство Сегодня приняло Ну точнее Путин подписал указ Который позволяет Правительству России Принимать Режим Чрезвычайного положения И в режиме Чрезвычайного положения Правительство И в режиме Правительство имеет право Давать полномочия Главам Федеральных Соответственно Субъектов И соответственно Само правительство Может устанавливать Нормы поведения Которые требуются В чрезвычайной ситуации Поэтому Я читал у Сорокина Хорошая книжка была Поэтому Если Ваши нормы поведения И как бы Ну как бы Подождите Дайте сказать Важную вещь О том что Если вдруг Например Есть определенные Ваши конституционные права Или ваши законные права И они вдруг Противоречат Какое-то поебение Которое написало Условно Правительство Москвы О том что Вы должны вставать На одну ногу Перед ростбордейцами Ну два раза Кудрел Одно И как бы Вам Есть что Если В этого не делаете Штраф Три миллиона рублей Ну ничего не так И будет иметь право Это делать Ты знаешь что Чрезвычайную ситуацию Ну просто я к тому Что мы немножко Охуеваем Мы не будем Немножко охуевать Не просто Ты как хотел Просто Просто вот Объяснили Ты как хотел То есть во время Чрезвычайной ситуации Должно что делать Все бумажки Абсолютно писать Все законы Принимать В трех чтениях Так это должно происходить Так же не работает Вопрос в том Что когда Это ЧС будут снимать Будут ли его снимать Ну Вот у меня Мы это обсуждали В том числе И на ДДКТ И по-моему На каких-то наших стримов Я могу Вас уверяю Просто что Вся вот эта история С отслеживанием Где что гражданин Делал Где какое лицо Где засветилось И прочее Это очень удобная штука Для того чтобы потом Ничего не отменять Это при том Что это относится Не только к России Да-да-да Это очень удобная ерунда И могу сказать Что мир Вообще в принципе Человечество Да Оно абсолютно Спокойно обменяет Вот свою Какую некую безопасность Следующей пандемии Еще прочее На ограничение Своей свободы Это всегда происходит Ну то есть смотри После 11 сентября Американского Вот весь мир Борется с терроризмом Сколько лет мы боремся С терроризмом 19 лет Что-то как-то Терроризм не это Не очень Поборен Во всем мире То же самое будет И с Ограничениями И свободами Ну то есть Кому При этом надо Статистика о том Что Ты что хочешь Чтобы было Как в 2020 Ты что хочешь Чтобы было Как в 2020 2020-м, когда была пандемия? Ты что, так хочешь? Разреши на приложении кнопочку нажимай. Ну, в любом случае, если честно, конечно, все это немножко пугает. Давайте наблюдать за ситуацией. Не бухтеть, лодку не раскачивать. Тимур, а с другой стороны, вот ты рассуждаешь как житель самого богатого региона страны, фактически страны внутри страны. А как это сделано в Татарстане? Татарстан один из первых вел режим самоизоляции после Москвы. И сделал, кстати, один из самых жестких режимов. То есть тут и ограничение передвижения на личном автомобиле, и блокпосты, и все спецэффекты. Но вот у нас это сделано, знаешь, из бедности, мне кажется. Конечно, у нас нет, наверное, ресурса взять и так в ночь написать андроид-приложение Супершпион. У нас это сделано другим моментом. То есть если ты хочешь выбраться на радиус больше, чем километр от дома, ты отправляешь СМС-ку на короткий номер, в СМС-ке пишешь, что типа я, значит, такой-то, такой-то, серия номер паспорта, хочу отправиться туда-то. Тебе по СМС-ке приходит талончик, специальный код короткий, который что, мент у себя пробить может. Ну ладно. А если ты за мусором или за продуктами, то у тебя ничего, никто спрашивать не будет. Мы, кстати, смеялись, конечно, в одном предложении. Мент и мусор, да, я понимаю, что тяжело. Так, пожалуйста, не делай, да, это очень плохое построение фраз. Ну и чё? Я понимаю, что тяжело, но суть в том, что, например, мне кажется, тот вариант, который сделали в Татарстане, он самый адекватный. Потому что, если люди долбоёбы, ты их хоть палками пизди, это не поменяет всей ситуации. Серьёзно. Это правда. Мне тоже кажется, что вся эта история с мобильными приложениями это какое-то слишком большое усложнение. Нахуя не нужны? Это вычурная фигня. Потому что если ты хочешь, чтобы людей контролировали, надо просто с его веков на улице выпускать. Росгвардию ставить за каждым коридором. всё будет. Ещё не поздно, Максим, да, эпидемия только дальше ещё не началась. Короче, добро пожаловать в город Казань. Это лучший город оставшихся. Я такого высокого мнения о Казани, что решил разместить здесь наше правительство, понимаешь? Я считаю, что нужно... Пишут в чате, что будут как в каком-то фильме или книге о аудиутопии после говорить, что вирус до сих пор тут, поэтому давайте оставим как есть всё ради вашей безопасности. Ну ты же видела, что где он тут летает, и я не вижу! Сука, я каждый раз убираюсь с этого видоса просто не мать. Просто батька! Слушайте, хватит про хоккей, давайте поговорим про видеоигры, вот серьёзно. Давайте, да. А то про проклятые темы и проклятые видеоигры. Слухи недели! Наша любимая рубрика, в которой мы обсуждаем, какую очередную ерунду придумали в интернете по поводу... Нафорчане! Нафорчане, да. В этот раз в Твиттере есть такой якобы инсайдер, аэстик геймер, который очень долго сливал истории про различные игры от Капком, в данном случае Resident Evil, и он говорит в своём инсайде в Твиттере, что типа, вот выйдет новая игра по Resident Evil, но она очень сильно разозлит фанатов, потому что настолько всё будет поменено, что люди этого не ожидают, и уже там, знаешь, там типа в комментариях предлагают, это что будет, пошаговая стратегия в серии Resident Evil, или что будет происходить? но, но, это, естественно, слух, мы не знаем, когда будет анонс, мы не знаем, как это будет называться, но вроде как в серии Resident Evil появится что-то иное, а не экшен, адвенчур, что-то другое, ваше предположение, пацаны, что это может быть? Слушайте, я думаю, что по Resident Evil могут сделать очередное кооперативную поебень типа резистанса, типа, вот это, помните, еще был Resident Evil 6, да, кажется, там уже можно было играть еще в коопе. В коопе можно было играть и в пятом, и в шестом. это, которые, типа, там, в тюрьмом, бегать и шутать. Это ты с Амбреллой путаешь. А, ну или может быть. Ну, конечно, мне кажется, какой-нибудь такой поебень могут сделать, типа, нет, подожди, 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 подожди. Во-первых, он пишет, что очень сильно разозлит фанатов. То есть, не просто... точно Амбрелла Project Амбрелла 2. Я ставлю на починку автомат. Да, это не экономия. Я на самом деле ставлю на Open World, вот серьезно, я ставлю на Open World и на то, что будут какие-то сервисные моменты в игре. Почему Open World незавтра должен разозлить меня? Так, пацаны, пацаны, hot take. Знаете, что это будет? JRPG. Визуально новелло. Redent Evil. Jill, вэм, сильно изменилась за лето. Подумал ли он? Как ее звали-то? Ванг? Эва Ванг? Эва Ванг. А, нет, ты имеешь Аду Ванг имеешь в виду голоса. Аду Ванг, да, Аду Ванг заполнит, наверное. И вот это все. Следующий слух недели. Он, знаете, он уже просто по заголовку мне нравится. Ну, давай, давай. А сколько это слух? Майкрософт купит весь гейминг-каталог, то есть, весь игровой каталог франшиз, конами. А все честно, она как бы должна была быть помягче, и мне, если честно, я бы, вот, я бы, я бы поиграл бы в третьем, но что-то меня расстраивает, пацан, как говно. Ты о чем сейчас говоришь? На третье, Resident Evil 3, которые переделаны, ремейк. Тимур, 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 Майкрософт каталог Канами покупает, понимаешь? Майкрософт каталог Канами покупает, вся Кастальвания теперь на Иксбоксе, все. Ну ладно. Металгир на Иксбоксе. Типичные, типичные мани фантазии в духе Sony покупать Bethesda, вот серьезно. Я практически уверен, что так и произойдет. Ну, я думаю, что ситуация происходит следующим образом. На фручение выходит слух о том, что Sony собирается купить весь каталог Канами, вот это все. В этот момент Фил Спенсер звонит Канами и говорит, блядь, пацаны, я в два раза больше дам. Канами такие сидят и, бля, пиздец, куда это мы попали? Вообще, блядь. Значит, с утра такой, там Йошио встал такой, говорит, Сузуки, слышь, тут Кайди на с ума сошли. Говорят, что у нас покупают весь каталог и предлагают за него в два раза больше. А сколько нам Sony ты предложил? Да нисколько, это же слух был. 100 миллионов долларов, мало, миллиард долларов, много, ааа. И, короче, я уверен, что мне кажется, так примерно это было и я не удивлюсь, если действительно Фил Спенсер предложил в итоге Канами купить у них. Ну, давайте абстрагируемся и слуха, насколько это вообще реально. Я понимаю, что это, как бы, такое, вряд ли произойдет это событие, да, но давайте предположим. Я думаю, там одни только юристы помрут разбираться. Смотрите, пацаны, смотрите, супер-хот-тейк. Давай. Супер-хот. Майкрософт покупает Канами для того, чтобы Ninja Theory сделали следующий Metal Gear Solid. Это будет линейная визуальная новелла, где будет только модель Снейка на 6 часов. И там все сходят с ума, летают вокруг, и бинауральный звук там. А в конце оказывается, что ты играл за психомантицей. Да, вот. А чем плохая история? Ну, хорошая история, окей. Еще один Hot Take, короче. А Ninja Theory сделает новую КСЛ-А. Как будто у Майкрософта мало других студий. Хорошо, Hot Take новый МГС, это будет изометрическая пошаговая РПГ, где не будет озвучки, и деньги будут собирать на Кикстартере, делают это на Exile, выпускает на все. Почему вы решили, что это не может быть хорошие, нормальные игры, а Макасофт просто покупает по сути набор франшиз. Ну, то есть, как бы вот, мало ли кто их будет делать. Мне кажется, это не так работает, потому что, во-первых, Konami на них все еще до хера денег зарабатывает, то есть, надо понимать, что для Konami это, ну, в общем-то, даже если они не выпускают игр, они зарабатывают на этих франшизах. Пока Солвани сейчас выходит очень крутой сериал на Нетфликсе популярный, если что, так, на секундочку. По МГСу они продают тонны мерча, которые тоже продаются вообще-то. Ну, ты понимаешь, что тонны мерча продажи... И самое главное, кто им продаст Pro Evolution Soccer? Может быть, о Pro Evolution Soccer не идет речь? Пожалуйста. Нет, они покупают каталог Konami, погоди, это Pro Evolution Soccer в том числе, вообще-то, так-то. Отдают его я. Ну, это же просто глупый слух, ну, серьезно, он даже на уровне концепции глупый, если на каталог Konami посмотреть. А починка про что делать? Блядь. Не, ну, подожди, какой починка? Konami остается при своих. При каких своих? При каких своих? Они же все продают. А как же починка про Pyramid Head? Знаете, кто остается при своих? При своих остается исключительно Ubisoft, потому что тут на Reddit слили ачивки из якобы нового Assassin's Creed, который называется Assassin's Creed Valhalla, и там, конечно, одна ачивка охуительнее, другой просто. например, закончи секвенцию номер 13, закончи секвенцию номер 12, уничтож кракена. Все, продано, пацаны. Мне нравится ачивка, где что-то написано, азбука Морзе написана Discover the Truth. Вот если перевести этот код Морзе в текст, там написано будет 17 по-английски 17 написано. Помните, как в этом как было 17 изолировать. Нет, 17 это же объект 17, это же, по-моему, Death Moon. Не знаю, не знаю. Короче, ачивки выглядят как жаркие мечты фаната. Ты самое главное не сказал, если на секундочку поверить, что эти ачивки настоящие, то в Ассасине появится Call 4. Ага, сохранизация have all four players be a different character. Окей. А что не так в Call 4? Да, Breakpoint был отличной игрой, да. Не, не, подожди, подожди, вопрос не в этом, вопрос в том, что в Ассасине скрит юнити был Call 4, но только он был в виде отдельных миссий, который как бы ты должен был, типа по сути, их ждать этих людей, прежде чем они к тебе приконнектятся рандомно и с ними играть. Так вот, когда я играл в Юнити вот эти миссии были пустые и трофеи были на них и ты просто заходишь нахуй и никто не играет, блядь. Ты не можешь получить трофею, потому что так никто не играет. Все. Мне больше в этих ачивках, знаете, что раздражает? Вот, больше всего. Так. Ачивка называется Greater the Knut или Knut. Фули... Кнут, это же этот, это же нормандский король был. Хорошо. Fully Upgrade All Settlements. То есть, надо дрочить какие-то сеттлменты. Remove All Templar Presents from All Regions. То есть, всех темплиеров из всех регионов. Ты играешь за викинга, в определенный момент к тебе приходит чернокожий парень и говорит тебе, здравствуй, меня зовут Престон. Еще одно поселение нуждается в твоей помощи. Ну, короче, судя по ачивкам, это будет опять очередная дрочильня в духе Assassin's Creed Odyssey. Зачисти все регионы. Зачисти все-все регионы, Тимур. Если бы ты играл в Assassin's Creed Odyssey, ты бы до сих пор бы не закончил. Я бы поиграл бы, потому что, говорят, классно. Я хотел поиграть в Origins, потому что они вроде как по сюжету связаны, вроде как. Типа Origins и Odyssey. Ну, что-то мне все слабенько. Origins пиздец, типа говорят, очень скучно. Я могу сказать, что мне нравится и то, и другое. И Odyssey мне даже нравится больше, чем Origins. Серьезно. Советую. Origins тебя зайдет. Короче, ачивки... Ой, Origins, Odyssey. Ачивки утекшие, это, конечно, клево и замечательно, но я что-то сомневаюсь. Тут еще кое-что утекло. Да, тут еще, как ни странно, утекло от компании, от которой обычно утечек все-таки не бывает, тем более крупных. У Нинки тут две истории. Первая история, то, что утекло в прессе, и вторая, что то, что утекло чуть-чуть попозже. Так, сначала в прессе появилась информация, что поскольку у серии Марио 35-летия, они, Нинка, собираются устроить большой праздник в этом году и перевыпустить абсолютно все старые Марио на свече с подтянутым графоном. Подожди, 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 подожди. Ты хочешь сказать, что Нинтендо делает видеоигры про Марио 40 лет, и все 40 игр она выпустит? Не все, но именно 3D-шный Марио перевыпустят на свеч. Это будет Super Mario 3D World. Это действительно офигенная игра. Очень жду, если это правда. Будет Super Mario Galaxy. И, помимо всего прочего, помимо того, что они выпустят старые Марио, они выпустят еще и Paper Mario. Понятия не имею, что это такое, наверное, это здорово. и помимо всего прочего... Paper Mario очень клево, кстати, может быть. И помимо всего прочего, у них взломали еще их сервер разработчиков, на котором лежало всякое разное говно. Ну, типа FTP-шника. Знаешь, где, типа, картиночками меняются во время удаленки. И выяснилось, что там еще будут DLC к этому всему, что будут еще какие-то другие анонсы. Ждать всего этого официально стоит где-то в июне, когда Нинка официально сделает директ вся эта история. Но Смух подтвердил не один источник, а сразу несколько независимых друг от друга, включая тот же Еврогеймер. То есть это уже даже, ну, не Смух. Я могу сказать, что я бы с удовольствием поиграл в старые Марио, потому что я, например, на V пытался играть в Super Mario Galaxy. Мне не очень зашло, потому что я играл очень поздно. А вот в какой-нибудь переиздании ремастера с обновленной графикой я бы с удовольствием попыграл. Я очень жду 3D World вот тут серьезно. Вот тут у нас пишут о том, что и все эти Марио будут за фулл прайс каждой поддельности. На самом деле говорят, что нет. Говорят, что там будут сборники. И, типа, несколько игр будут в одном сборнике, типа, Part 1 и Part 2 вроде как. Слушайте, вы помните, что Nintendo всегда пересдает старые игры? То есть условно, если помните, на Super Nintendo сдавали в свое время типа сборник Super Mario World, куда входили первый, второй и, по-моему, это просто Dendy обычный. Nessa? Да. Да, да, да. То есть как бы, почему нет? Пусть будет такая сборник, коллекция, типа, игрок. Я бы поиграл бы, на самом деле, вот таких вот, Марио, у кого несколько штучек, если там еще будет хотя бы хоть плюс-минус какой-то ремайстер, типа, с новеньким графончиком, был бы класс. Да хотя бы пусть графон до 720p потянулся. Да не, ну хотя бы, если не просто, не просто, типа, вот как бы, порт с разрешением, а типа там, текстурочки, модельчики, Ну, на это рассчитывать, я думаю, сильно не стоит, но... Если бы они сделали Super Mario 3D, который вот этот, ой, Mario 64, который же все обожают, да, и переделали бы его, по сути, на движке вот этого Mario Odyssey, это же просто бомба была бы, все бы просто вообще обосрались отчасти. Ну, не знаю. Ты помнишь, как уровни выглядят Mario 64? Примерно. И такие очень большие. Они очень маленькие, компактные. Понимаешь, что здесь? Чувак, поэтому так легко их было бы и переделать. Я согласен с Тимуром, потому что я вот играю сейчас в Link Awakening, это просто офигенный ремастер, то есть игра старая, но насколько она очаровательна визуально, что ты, в общем-то, и забиваешь на ее возраст. То есть в этом плане у Нинки уже есть положительный опыт, и если они перевыпсят так же Mario 64, я думаю, никто не скажет, что типа, вот что вы сделали с классикой. Слушайте, говоря, от слухов, по поводу того, что, кстати, очень важный момент о том, что мы говорим, что там Нинтендо все это дело анонсирует якобы на своем директе, который будет вот в июне. Напоминаю вам, что другие компании же тоже, поскольку G3 не будет, и там якобы с Gamescom могут быть сложности и прочее, все же говорят о том, что проведут свою онлайн-конференцию, и как выяснилось, что не все проведут свои конференции. Так вот, прекрати опять опережать нарративный этот, у нас рубрик, который мы... Как раз можно вполне спокойно сказать, например, о том, что планировала свою конференцию, например, Bethesda даже, точно так же, типа, пойти и рассказать там, типа, ну, про вот эти все игры, которые вы так любите. Я теперь понял, что называется, когда мужик женщину не слушает. Это, вы знаете, вот именно, как Макс и говорил, вот то же самое, то есть, что-то она там говорит, говорит, а он ее просто не слушает. Вот Тимур сейчас погонорировал абсолютно всю подводку Максима. Тимур сейчас просто прогонорировал, потому что... Потому что Тимур понимает, что если мы говорим о том, что, типа, вы знаете, какие-то компании проводят свои конференции, а какие-то не проводят. Чувак, зачем ты обгоняешься такой? Так вот, какие-то компании, не проводят. И одна компания точно не проведет. Единственная пока из всех, которую мы знаем, потому что, типа, Nintendo, там, я и там все остальные, типа, Microsoft, Sony, якобы планируют как-то что-то показывать. И одна компания отказалась, это Bethesda. То есть, Bethesda сегодня буквально написали о том, что, типа, или вчера, по-моему, они написали о том, что они не сделают даже онлайн-мероприятия. И вот здесь мы объявляем нашу, теперь уже постоянную рубрику, спасибо COVID, называется, Наташу мы отменили вообще все. Да, это правда. Бетежда отменил свою конференцию на Е3. Bethesda. Значит, более того, пошли, наконец-то, отмены игр, то, о чем предупреждали еще неделю назад индустриальные журналисты. Первой жертвой обстоятельств стал Wasteland 3, и ее перенесли с 19 мая аж на 28 августа, и, почему ты, за вас вообще ждал Wasteland 3? Я терпеть не могу ни первый Wasteland, ни второй Wasteland, от 3 Wasteland, знаешь, дай что мне на него? Знаешь что? Мне на него поебать. Например, как-то купить себе вторую часть на диске, а потом посмотрел трейлер, короче, и так не надо, просто не надо. Более того, говоря про Gamescom, которого может не быть, с Gamescom интересная история. организаторы пока не спешат отменять само оффлайн мероприятие говорят, что примут решение в середине мая, посмотрят по ситуации, что там будет с распространением вируса, но они в любом случае, даже если проведут оффлайн мероприятие, сильно расширят свое онлайн присутствие и онлайн часть высовки будет на уровне в этом году при любом раскладе Вопрос в том, будет ли оно само, потому что даже в онлайне провести какую-то конференцию это уже как бы достаточно проблематично сейчас, ну не в зуме же ты будешь ее проводить, Тимур на ютубе берешь и делаешь трансляцию, как мы сейчас им же не нужно донат продакшн будет на уровне завтракаса ты это имеешь ввиду то ли это заслуги наши что мы такие классные то ли это говорит о том что уровень мероприятия такой, знаешь такой гораздо ниже будет так, Димка нам опять Рейман занес нам 5 евро привет, ребят спасибо за вашу работу спасибо тебе, братан спасибо, чувак просто к тому, что эти все разговоры о том что мы пока ничего не отменяем пока ничего не отменяем нет, нет, нет короче, надо уже свыкнуться что 2020 год приезжать на 2021 первый. Слушай, а вы верите в то, что вот те игры, которые уже анонсированы, в данном конкретном случае, поскольку у нас не сонебойский подкаст, я напоминаю, меня интересует Гостов Сусима. Вы верите, что он выйдет в этом году? Я почти уверен, что она выйдет осенью. Она выйдет осенью, просто не лето. Ну просто мне кажется, ее либо перенесут, либо отложат. А мне кажется, вообще на следующий год. Ее перенесут на осень, потому что она под PS4 делается. Эксклюзив PlayStation 5 ничего не знаю. А потом любую ка-а-а. Короче, говоря про Sony и переносы, что Sony точно перенесет уже официально, это абсолютно все свои кинофильмы, которые она планировала на этот год, она переносит на следующий. И помимо очень странного фильма Морбиус, который по Человеку-пауку про вампира с Джаредом Лето... А кто такой Морбиус вообще? Я просто не очень. Вампир. Это такой вампир. Это типа враг Супермен? Нет, Человек-паука. А, Человек-паука. Я просто тебе объясню. Джаред Лето не так давно ударился в Far Cry 5 и основал свою секту на острове. Так что ему некогда. А это не фейк? Нет. Ты уверен? Слушай, чувак вышел после глубокой медитации из пустыни и сказал «Ебан, а у вас тут коронавирус?» Это не фейк, понимаешь? Чувак похожий на Иисуса. По крайней мере, так, как его представляют. Ты в Far Cry 5 помнишь, как выглядел главный злодей? Да. Ну, в принципе, если Джареда лето побрить... Так. Ну, вот. Вот. Откуда у него ядерное оружие? Или пока еще до этого не дошло? Тихо, не торопись события. Опять ты нарушаешь нарративную конву подкаста. Нарративный диссонанс просто сейчас был. Да, лудонарративный диссонанс. Помимо того, что перенесут Моргуса, они перенесут Охотников за привидениями новых, которые были классные по трейлеру, и которых снимает сын режиссера оригинальных фильмов, потом естественно переехал Uncharted, но переезд Uncharted, это просто, знаешь, так в офисе Sony утром приходят, так, что мы сегодня делаем утром? Переносим Uncharted. И так же не было, кстати. Не было звука, я не слышал. Не было звука. Давай, нормально, да. Очень тихо. Очень тихо. Отвратительно. Отвратительно, надо лучше стараться. Микрофон хороший. Короче, суть-то в том, что они переносят Uncharted, переносят Питера Кролика 2, и так далее, и так далее, и так далее. Вы видели все эти шутки в Твиттере по поводу того, что, типа, вот, раз фильма 2020-го уже вышли, давайте обеим Оскар 2020-го, и у нас участвуют Соник. Что-то еще в этом году ты вышла, уже не помнишь даже. Бладшот, как бы. Бладшот, да, да, и как бы все. Ангел и Чарли в этом году вышли, или в прошлом? Нет, в прошлом. Ну ладно. Кстати, пока мы говорим про Джареда Лето, я хотел сказать, что я быстренько провел только что ресерч, и я хочу сказать, что история про культ была в двух фейк-нингсовских изданиях, то есть это, по-моему, жаль, да? Вот. А дело в том, что Джаред Лето проводит теперь вместе с 30 Seconds to Mars свой фестиваль на острове в Хорватии. Вот. И, типа, сначала, как бы все говорили, что это культ, потом выяснилось, что это не культ, а они просто фестиваль провели, и они собираются, ну, собирались проводить летом сейчас еще один, второй фестиваль. Ну, судя по всему, это было, них уже не выйдет сделать. Кстати, по поводу музыкального фестиваля, я хотел сказать, что, помните, я жаловался вам, что Primaver Sound, фестиваль, который должен был пройти в июне в Испании, и, типа, долго не отменяли, в отличие от Glastonbury и других фестивалей, они, знаете, какое решение приняли? Они переносят его на август. То есть, ты, теоретически, ты поедешь. Ну, если нас выпустят, потому что, помню вам, что границы России закрыты. Пока что, да. И, как бы, если, конечно, как в августе все устаканится, я бы поехал бы, с удовольствием. Но есть шанс, что ничего не устаканится и будет пиздец, и что половина артиста туда не приедет. Вот. Короче, странная ситуация. Вообще, что у нас еще отменили-то? Отмени, отмени, отменили Кодзима Продакшнс. То есть, из канцелд? Да, практически, потому что тут неожиданно появился в Твиттере документ, ну, такое, знаешь, обращение на картиночке, что один из сотрудников Кодзима Продакшнс, оказывается, он с 20 марта в студии, правда, внутри студии самой не работал, типа, удаленный контрактор, заболел ковидом, и поэтому абсолютно всех выпиздили работать из дома на самокарантин, включая гения, и теперь все они сидят по домам, но при всем при этом надо отдать им должное патч с фотомодом и улучшением производительности на этой неделе вышел в расписании. Который они сделали до этого заранее. Ну, скорее всего, у всех домашние заготовки есть такие случаи, но история вся в том, что, опять же, будьте готовы к таким сценариям, что очень многие студии будут вообще нахер весь продакшн ставить на паузу, потому что вполне реально, что там просто заболел кто-то из сотрудников. Вы посмотрите на статистику США, я не удивлюсь, что если там какую-нибудь условную гербокс могут закрыть из-за того, что там Рэнди Писчфорд не туда свой палец сунул. Тяжелый случай. Адская шутка на стриме. Внимание. Скажи, это было неплохо. Так. Ладно. В общем, короче, пацаны, у Кодзимы дела плохо, у Бетезда дела плохо, у всех дела плохо. у нас Наташа не супер, короче, но, как вы знаете, лучше всех себя чувствует сейчас Порнхаб, потому что у них там просто взрыв трафика буквально. И они всем раздали премиумы, у них все отлично вообще происходит. И, как вы знаете, с темой с Порнухой сейчас вообще все довольно интересно, потому что у людей очень сильно меняется пристрастие, самое главное, что теперь в будущем, где у нас Киберпанк, нейросети и так далее, Порнуха будет все более и более становиться странной, потому что в будущем вы сможете кого угодно поставить в любое видео. Даже несуществующие, наверное, человека, в принципе. Воните, был в столетии, неросеть, который генерировал несуществующие лица. Да, и приколись, ты берешь такое, несуществующее лицо. Параметры задаешь кого-то любишь. Так, чтобы была блондиночка, так, вот, чтобы такая стрижечка а-ля каре, ага, ага, и там слайдер, знаешь, там, размер грунтный, груди и двигаешь. Классно же. Зачем ты редактор персонажей Код Вейна? Госты, ты реально, как редактор персонажа, просто такой, типа, делать, только с порноукой. Реальная женщина, потом тебе играют, так, а вы как хотите, сзади, спели, сначала, с прелюдии, без прелюдии, а сколько времени прелюдия? Есть компания влюженса, она делает такие игры. Не спрашивает, куда ее, три девушки, игры. И у тебя, знаешь, такой, типа, ты выбираешь, в итоге тебе, нужный тебе ролик туда, типа, пристегивается нужная тебе девушка с нужным лицом, и у тебя просто идеальная порноуха. Просто идеальная порноуха. А потом ты еще берешь ее и продаешь на порнхабе, потому что ты собрал идеальную порноуху с несуществующей женщиной. А потом тебе приходит иск, потому что где-то в Алабаме живет женщина с таким же лицом. Это твоя сестра! Потому что это Алабама! Господи, стереотипы. Так, ну и че? И короче, почему вы подводите очень долго подводите сегодня? У нас какие-то подводки прям долгие. Я правильно понимаю, что кто-то из вас добавил новость по поводу того, что теперь дипфейки собственно делать? Да. Вообще очень легко стало. Да. Кто добавил? Я ее добавил. Давай, я расскажу. Новость вся в том, что раньше, чтобы сделать дипфейк, вам надо было действительно ну очень долго возиться. Даже была в свое время ГУИ-программа, которая позволяла натягивать через плюс-минус интерфейс такой графический, да? Все равно вам надо было разбивать видео на кадры вручную, вам надо было обучать модель, вам надо сделать было еще кучу всяких штук. Сейчас же можно это делать буквально парой кнопок. И смысл весь в том, что скоро в видосах дипфейки будут вообще гигантским массовым чем-то, потому что сейчас есть очень большая проблема порога входа в университеты и все эти штуки. И балуются этим в основном айтишники, потому что ты должен развернуть. В Китае уже куча есть серверов. Развернуть это в Украине и так далее. Не-не-не. Я тебе объясню, это в Китае. У тебя раскосы глаза? Ты в Китае? Нет, ты в Москве. У меня раскосы. Нет, но у тебя нормально все. Значит, ты смотри, тут история вся в том, что вот нам за Киргизом сейчас пролетел с ножом на Твиче. Так вот, тут история вся в том, что вот эти все дипфейковые истории, они начинают упрощаться не только в Азии, где они поперли, ну реально, вот в прошлом году прям взрывными темпами, они начинают упрощаться и в Европе. В Европе, естественно, это происходит медленнее, потому что здесь есть правовая база, которая это регулирует очень мощно, особенно в США, да, и в каких-то других странах. Но мне кажется, в определенный момент как-то придется над этим думать, потому что это становится все проще, проще, проще и проще. Я думаю, через годик это можно будет делать на мобильнике, на буквально одной кнопке. С помощью серваков все-таки, конечно, хотя, правда, учитывая, как сейчас нейросети со специальными блоками нейросети. Конечно, специальные процессоры, сопроцессоры и прочая история. Поэтому, да, я думаю, что на самом деле на айфоне и на топовых андроидах скорее всего довольно быстро появится. Да. Ну, блин, на самом деле, конечно, круто, будущее здесь, но, как мы понимаем, опять же, это все будет делаться для политических фейков, для порнухи, для ревенж-порнухи. И для политической порнухи, да. И для политической порнухи, короче. И вот эти все истории. похожие на прокурора, Я просто, пацаны, ну, я уверен, что сейчас появится такая история, типа, знаете, вот Дима такой сидит и думает, блин, надо завести тикток. Я понимаю, что это дипотетически. Так, дипотетически. Я не понял, сначала, что подъемка идет в мою сторону, поэтому я не напрягся, но теперь я напрягся. Это не подъемка. и такой, бля, я же не умею танцевать. Ну, вот это все там крутые движения, блядь, вот эти все пиздатые. Откуда ты знаешь, может, я умею. Бля, ну ладно. Короче, ну, там, надо снимать. предположим, да, мне влом танцевать, так, ну. Влом танцевать, короче, берешь, просто открываешь нейросетку такой, типа, выбираешь какой-нибудь там пиздатый шаффл, там, что-нибудь там, чуваки танцуют, прямо, знаешь, как, какой-то, как битый БТС танцует, там, какие-то пиздатые танцы, короче, и такой, типа, ставить Диму, и там, дальше, шесть Димок танцует, вместо БТС, ты такой, ебаш, ТикТок, давай, короче, поставил, и Диму, ты сразу звезда ТикТок. А ты видел ролик, где Джек Блэк танцует в карантине? Да, ТикТоке, Как раз в ТикТоке, мне кажется, что я примерно так и буду танцевать, потому что мне, медиа кутнот дисплойт, серьезно, СНН? Серьезно, блядь, сугаво пошло, да. В общем, Джек Блэк танцует, это я, если что. Я пойду, свое лицо прям на него, даже менять не надо, если что, это я, короче. Чувак, ты просто, как он там, как он там скачет, короче, понимаешь, какие движения, блядь, я через секунду уже устал бы, понимаешь? Да, он классный, он классный, да. Короче, чувак прям молодец, Джек Блэк крутой, Джек Блэка уважаю. Это правда, у нас есть небольшой сюрприз для вас, и в том числе для очень многих новых слушателей, которые нас будут слушать в связи с этим выпуском, которые вообще срать ебали, что такое завтракат. Дело в том, что у нас сейчас будет близ интервью с телеграм-каналом «Беспощадный пиарщик». Если вы вдруг не знали, «Беспощадный пиарщик» это, наверное, один из самых, так скажем, сейчас популярных среди медийной диджитал-тусовки телеграм-каналов, которые очень много рассказывали в свое время про, типа, именно пиар-тусовку, сейчас очень много про социально-политическую тему. Их читают вообще практически все, так скажем, известные люди в политике, в диджитале и так далее. И мы взяли у них интервью, но так как это анонимный телеграм-канал, то как мы это сделали? Они нам сделали его письменно, и сейчас мы с Димой будем его читать параллельно. Потому что, во-первых, почему нет? Потому что мы можем. Во-вторых, ну как ты анонимного у телеграм-канала возьмешь интервью? То есть, как бы, можно, конечно, взять, посадить Максимку, замазать ему лицо черным фоном и такой, типа, изменить голос. Дим, Дим, я не играл наркоманов во всех сюжетах регионального телевидения. Почему я не удивлен, что ты играл нарком-нарком? Меня снимали со спины, я говорил, очень тяжело. А потом, ты знаешь, это в редакторе меняется этот, меняется, короче, твой голос. Пич, это очень тяжело. Вот, вот это все, и ты со спины такой сидишь, понимаешь, и как бы все, заебись. Я вспоминаю сразу федеральное телевидение 90, где какой-то передача, я был это. Человек походил в маске, знаешь, карнавальный. И ему так же меняли голос. Это такой, да, сегодня у нас интервью с анонимным телеграм-каналом. Да, так и есть. Ты что, мы будем паралям, Тимур будет озвучивать свои вопросы, которые он тут написал, а я буду озвучивать беспощадного пиарщика, да, буду. Чтобы, понимали, Дима у нас будет в одном лице и аналитиком Олегом, и секретарши Зиной и обезьяной Семеновым. Да, все три персонажа их я буду озвучивать. Поехали, Тимур, давай. Итак, поехали. Привет, прежде всего, спасибо большое, что нашли время зайти, в общем-то, к нам в гости и дать столь необычное интервью. Во-первых, конечно, мы впервые вообще разговариваем с анонимным телеграм-каналом, и, в общем-то, для нас это, ну, так скажем, первый раз, будь тесным аккуратным, вот, и первый вопрос, конечно же, как вы поживаете, товарищи в такие сложные времена. Сидите ли дома на удаленке, не лезьте ли на стену. Тимур, мы согласились, потому что вы офигенно рисуете. И никогда не отказывайтесь нам помочь с лого. Если кто не знает из ваших слушателей, Тимур автор всех 30 версий логотипа беспощадного пиарщика. Несет нелегкий крест. Мы ему в час ночи пишем, Тимур, а сделайте нам, пожалуйста, БП в домике, и он делает. И, надо сказать, отлично справляется. По самочувствию, спасибо, не кашляем, по крайней мере пока, и вам того же желаем. Поживаем неплохо, на стенку лезть не приходится, а работаем для вас. В носочках вот сидим, чай пьем, на вопросы ваши отвечаем. Город не бомбят американские ракеты, и нас просто попросили посидеть дома. Воспринимаем это без драмы. Аналитик Олега и секретарша Зины в городе обезьяна Семен на воле бегает. Отлично. Ну, тогда давайте, в общем-то, уже нормально начнем наше интервью. У вас один из самых популярных каналов про пиар, медиа и прочие различные смежные сферы. И почти все мои друзья, которые вообще работают в диджитал-тусовке, они все про вас знают, и, как вы говорите, цитата в кавычках не читают. Как вам удалось достичь такого успеха? Это был какой-то точно расчет? Какая-то случайность? Или же все-таки это череда событий такого случайного и не совсем характера? Мы называем это стечением обстоятельств. Мы недавно даже писали об этом в канале. История создания нашего канала крайне кинематографична. Во-первых, потому что никто из нас не планировал создавать медиа. Зине было грустно, она в закрытой группе предложила создать друзьям канал в Телеграме, начитавшись качественно, на тот момент, незыгаре. У каждого из нас был опыт работы в медиа, но тогда мы не знали, что выбираем партнеров и соавторов на три следующих года, понимаете? То есть это история успеха из американских фильмов. При этом нельзя сказать, что, например, у Зины не было такой мечты. Была мечта. Но никогда, скажем так, она не думала, что создание медиа произойдет именно таким вот образом. Ну а дальше всем стало просто интересно, кто это такой дерзкий и тусовка стала читать. Если помните, начинали мы с жизнеописаний бытия пиарщиц, а закончили все видят чем. Окей, хорошо, но раз уж мы начинали вообще все с пиарщиц и было огромное количество тех, кто про это. Что вы можете сказать вообще про российский пиар? Он вот бессмысленный и беспощадный? Становится ли он лучше? Или у нас все еще славянский демэдж контрол и пылесос LG, как вы говорите, во все поля. Мы хотим сказать, что от странных персонажей и проходимцев поляна практически зачищена. Ну, так по крайней мере кажется нам. Но отрасль будет испытывать и уже испытывать определенный кризис, связанный с кризисом экономическим. Останутся только специалисты высокого класса в больших компаниях и его структурах. Пиар LG в лице Татьяны Шахнес мы считаем одним из самых профессиональных на рынке, кстати. Татьяна умеет работать со своей аудиторией, идеально подбирает амбассадоров бренда, хорошо презентует продукты компании в собственном блоге и всегда на позитиве и работает с действительно сложным пулом лидеров мнений. Ох, вот это похвала. Ну, хорошо. И, окей. Тогда сложный вопрос, но все-таки какой пиар должен быть? Ну, кроме того, как вы говорите, опять же, цитата, пиар – это любовь. Каким должен быть пиар? Пиар должен быть прежде всего незаметным, чтобы никто о нем не знал. Окей, хорошо. Но, опять же, вот по поводу формы ведения вашего блога. Вот, помните, была в свое время, был такой ресурс, который назывался Цукерберг позвонит. Он же впоследствии тоже, ну, он сначала уже тоже был такой залихватский, очень колкий, едкий, тоже про диджитал-тусовку, тоже анонимный, а потом он вырос в ресурс ВЦРУ, довольно известный и уважаемый на данный момент вообще на рынке. Не думали ли вы сделать так же? Ну, и, соответственно, ну, почему? Ну, и есть такой ресурс, только ВЦРУ пошел в сторону коммерческого сектора, а нам больше интересна общественно-политическая поляна, потому что в этом больше жизни. Окей, хорошо, но я же помню, что вы пытались запустить сайт, и как-то дело немножко заглохло. Что собираетесь вообще делать в будущем с вашим проектом? Оставаться в Телеграме, расти в другие сети, делать YouTube, делать сайт, опять же возвращаться к этому, или там TikTok, например? У нас есть Инстаграм, для ТикТока у нас нет ресурсов. Так или иначе, пока главной площадкой мы считаем Телеграм. Сайт в 2020 году, а зачем? Мы поигрались с этим, поняли, что это бессмысленно и, главное, затратно, и решили проект прикрыть. С тем же Инстаграмом другая картина. Там активная аудитория. Верим, что там еще будем расти. Вообще, поймите, что сейчас СМИ это не сайт. СМИ может быть где угодно, на какой угодно платформе. Можно хоть на стене новости писать. Главное, что все знают бренд. Наш принцип, таким образом, это кроссплатформенность. Если появляются еще какие-то классные площадки, не про видео, а про тексты картинки, мы обязательно туда выйдем. Но пока мы их не видим, и нам достаточно что Телеграма. Он отвечает нашим потребностям на 100%. Окей, хорошо. Но у вас вообще, кроме всего прочего, кроме того, что это Телеграм-канал именно в сфере пиара, у вас еще и сейчас сильно затрагивается тема GR. Ну, то есть, это государственный, по сути, пиар. И вот в последнее время государственной повестки, истории, аналитики и такого рода контента у вас становится все больше. С чем это связано? Частично уже ответили, в этом больше жизни, помимо прочего. На протяжении последних 10 лет то, что происходит в России, это уход всех олигархов и частного бизнеса в государственный сектор. Поймите, мы просто пишем о том, что интересно всем. Если люди начнут массово открывать частные компании, и это станет трендом, то мы будем писать про это. Сейчас же тренд на государственность. Вертикаль власти сделала свое черное дело, и все в стране крутятся вокруг государственной машины, чиновников и тому подобного. О чем еще писать, если не об этом? Окей, хорошо. Тогда в этом контексте интересно вот что. Что недавно новая газета, она выписала исследование, в котором сказалось, что российский телеграм-канал, особенно все околополитические каналы, они принадлежат каким-то сеткам и разделены по сферам влияния. И причем многие из них связаны с провластными структурами. Все это связано якобы с тем, что государство с оглушительным треском якобы провалило войну с телеграмом, а потом решил его, опять же процитирую, возглавить. Что вы думаете по поводу этого исследования? Какой сетке принадлежите вы? У нас своя сетка есть для покупки яиц. Очень полезная вещь, рекомендую. Что касается сфер влияния и прочего. Все, что вам нужно знать об исследовании новой газеты. Они, чат админов телеграм-каналов, где обсуждаются боты, ну и просто бытовуха, назвали закрытым клубом телеграм-королей. Писали это исследование какие-то школьники, которые ни в чем не разбираются и писали с единственной целью обосрать телеграм как площадку, в которую уходят их, новые газеты, бюджеты. Понимаете, да? Ну то есть это вообще все мало имеет отношения к действительности. А действительно в телеграме, как и во всякой медиасреде, есть государство. Но есть и независимые проекты. Мы не хотели бы отвечать за весь рынок, потому что свечку не держали. За себя можем сказать так. Нас очень трудно заподозрить в аффилированности с кем-то из обозначенных участников. Хорошо, окей. А тогда кого читать? Как вычленить зерно правды из вот всего вот этого координированного говна, который вот нам льется на голову из телеграм-канала? Маленьких, больших, огромных. Руководствуясь с интуицией и здравым смыслом, вообще мы считаем, что современные медиа требуют внимательности и критического мышления со стороны читателя. Все надо подвергать сомнению. Мы тоже бывает лажаем. Даже наши посты следуют подвергать сомнению, девочки. О, вот оно как. Хорошо, окей, но опять же в этом контексте вы часто благодарите ваших кавычках пташек за информацию. Часто ли вам присылают какие-то действительно жирные инсайды? Как вы понимаете, что это действительно нормальная новость, а не пиздёж и провокация? Ну, пиздёж и провокацию легко отличить, если текст монолитный, большой, содержит массу тезисов, это ТЗ, которое готовила профессиональная команда пиарщиков. Живого человека по сообщениям почти всегда видно, но повторимся, мы тоже лажаем. Иногда ошибаемся, но чаще нет. Окей, хорошо. Еще многих интересует вот какой вопрос. Почему вы стали сотрудничать с Rush Today? Не считаете ли вы это зашкварами? И вообще, я могу сказать, что многие мои знакомые отписались или перестали воспринимать вас серьезно после этого, а иные так вообще начали думать, что вас, в общем-то, купила самая в кавычках группировка Симоньян. И на каких условиях вы с ними сотрудничаете, если не тегреты? Мы стали сотрудничать с Rush Today, потому что у них, во-первых, кто бы что ни говорил, сильный новостной отдел, а во-вторых, наш хороший приятель попросил нас об этом, мы не смогли ему отказать, потому что любим. Мы же не в вакууме тоже живем. Кроме того, можете сказать, что лично мы со стороны Rush Today плохого по отношению к себе ничего не видели, только хорошее. А колонки мы им больше не пишем. Нам трудновато попадать в их формат. Все-таки беспощадный пиарщик это вещь специфическая, в себе. За их деятельностью следим, тем не менее. У них отличные лайвы в Фейсбуке, например. Ох, ну, окей, понятно. Кстати, вот еще какой интересный момент. В новых исследованиях рынка, вообще вот, инфлюенсеров и особенно российских инфлюенсеров постоянно фигурирует историю, когда российских блогеров, например, или там вот телеграм-канал ловили на готовности за деньги прорекламировать вообще любую чушь. Вот. Причем, там, тут же самая реклама несуществующего лекарства от коронавируса. Как часто вообще к вам приходится с такими запросами? Ну, и можете ли вспомнить какую-нибудь прям самую большую дичь? Ну, довольно часто. У нас есть принцип, которым мы руководствуемся, соглашаясь на рекламу. Это не должно противоречить нашему чувству прекрасного. Не должно быть дичи или темы, в которой мы ничего не смыслим. Самую дикую дичь не вспомним сейчас. Да и не хотелось бы сдавать заказчиков. Ага, понятно. Ну, хорошо. И вот еще какой момент. Всех интересуют вопросы, которые связаны с анонимностью. Вот часто вам пишут, мол, ну все, я нашел тебя, держись, блядь. Такого, кстати, пишут немного. Но бывали прецеденты, что в паблике некоторые персонажи думали, что они всех нашли и рассекретили. Но тут, как обычно, вопрос в количестве и качестве этой информации. Окей, хорошо. Расскажите самые какие-то забавные истории, что вас кто-нибудь вот там искал пиздок, дай. Ну там, Рамзан Кадыров, например, заставил извиняться или еще что такое. Мы с Рамзаном Ахматовичем не взаимодействовали никогда и дай бог не будем по этим вопросам со всем уважением к нему. Но вот был там один приятель писателя Цыпкина с петушиной прической. Обещал за нами выехать, да так и не доехал. А жаль. Окей, ну и под конец в общем-то несколько блиц вопросов. Сколько раз беспощадный пиарщик сменил владельца? Часто ли вы удаляете постов в далеком и недалеком прошлом? Почему у вас чат такой токсичный? Наш чат не токсичный. Они классные. Просто на своей волне. Владельцев команда меняла не менее десяти раз. Посты не удаляем никогда. А зачем? Окей, ну хорошо. Тогда в конце что вы можете посоветовать российским пиарщикам, особенно молодым? Нам часто этот вопрос задают в подкасте, которые вот в такое нелегкое время пытаются строить свою карьеру. Советуем им найти другую работу. Хотя бы в таксисты пойти. Хорошо. Ну хорошо, спасибо большое, что зашли в гости. Для нас это в общем-то был необычный опыт. Первый раз мы брали интервью у анонимного телеграм-канала. И надеемся, что у нас были не очень говноедские вопросы. Ну и в общем-то это были темы, которые всех интересуют, в том числе и нас. Да, вам спасибо за ответы. Хорошо. Ребята, если вы думали, что это была первоапрельская шутка, то нет. Я серьезно. Это не первоапрельская шутка. И у нас в гостях побывал телеграм-канал беспощадный пиарщик. Вот. Анонимный, напоминаю. Поэтому без прихода. Обезьяна Семен в том числе тоже была сейчас. Да, 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 да. Вот. Ну и в общем-то мы потихонечку переходим в нашем подкасте к нашим впечатлениям, которых было в общем-то не очень много, потому что мы впечатлялись по большей части тем, какой пиздец происходит вокруг. Это правда. Это правда. Вот. Но все-таки мы умудрились некоторые вещи поиграть и некоторые вещи посмотреть. Здравствуй, Максимка. Ты почти ничего не пропустил. Я знаю. Я знаю. Я успел скупать ребенка вот такой мультизадачный. Еее. Да. Ну и что, Димка? Ты у нас якобы опять насмотрелся сериалов, да? Можно я... Подожди, я их пытаюсь найти на кинопоиске. Это довольно... Зачем? Просто рассказывай. Довольно проблематично. Секунду. Кто тебе? Мохнатый... Мохнатый педрилла! Мохнатый педрилла. Можно говорить теперь мохнатый педрилла. Слушай, я вот, кстати, тебе скажу, что в лайве статистика не хуже, чем на твиче. Честно говоря, что ты плохо займешь нам 101 рубль платина в Драк Солнце ремастере только что град с меня. Поздравляем тебя, братишка. Ура! Ей, поздравляем! Так, короче, мы переходим к нашей рубрике наших впечатлений. Я на этой неделе посмотрел два сериала, второй еще пока не закончил. Один посмотрел целиком, прям засел в него и упоролся. Это сериал, который от Netflix называется Призраки дома на холме. нам его рекомендовали в каком-то из наших стримов, когда я жаловался на то, что нет нормальных хорроров сейчас. Мне говорят, посмотри Призраки дома на холме, такой страшный сериал, пиздец! Блядь, еле досмотрел такой страшный, просто прям страшный, страшный, невероятно. Это полная хуйня. Сериал Haunting of the Hill House основан на одноименной книжке и он не переводится как Призраки дома на холме, он переводится как одержимость дома Хилла. Хилл Хаус это не дом на холме, это дом, принадлежащий семье по фамилии Хилл, блядь. Ты знаешь, мне вспоминается эта история с мультиком Возвращение кота, вот его все в России знают как Возвращение кота, это мультик студии Дзибли, замечательный, но он, блядь, не Возвращение кота, он Cat Returns, он называется Благодарность кота. Да, Cat Returns a Favor, типа, кот возвращает услугу, благодарит тебя, то есть, это кошачья благодарность. У меня еще жена читала одноименную, но мангу, которую по мультику нарисовали, она мультик не смотрела, манга так и называлась Благодарность кота, ну такая, блин, да, вот, Благодарность кота, в смысле, я смотрю на это, это же возвращение, какое нахуй возвращение кота, ты что, ебнутый что ли? Ну как, Бэтмен возвращается, например, то же самое, я передумал, может неправильно перевели Бэтмен? Бэтмен возвращает услугу Джокера, да. Ну короче, Призраки дома на холме, так его назвали в русском прокате, я могу сказать, что сериал имеет довольно страшные моменты, в нем есть, потому что это, ну, хоррор, но в основном это сериал про то, какие призраки прошлого и там, настоящего терзают семью Крейнов, которые переезжают вот в этот дом, который стоит, дом, поместье, которое принадлежало Хиллу в свое время. Все эти Хиллы умерли, поместье, значит, это продают, а семья Крейнов, которые переезжают в этот дом, они занимаются ремонтом, то есть у них отец делает ремонт дома и пытается его продать, дело происходит в 90-е, соответственно, спустя, по-моему, 15 что ли лет нам показывают, что осталось от этой семьи, у кого какие проблемы, у кого в жизни, как жизнь сложилась и так далее, и сериал идет параллельно в двух временных линиях, то есть нам показывают и прошлое, как они жили в этом доме, и настоящее, к чему там, типа, некоторые моменты привели. Я могу сказать, что название призраки дома на холме оправдано конкретно как, скажем так, призраки прошлого, то есть как некие вещи, которые терзают людей, ну, то есть как бы не обязательно даже сверхъестественного характера. И я бы назвал, наверное, сериал даже не хоррором, а скорее такой семейной драмой, то есть прям вот семейная драма, у всех детей этих крэйнов, у них есть какие-то свои специфические проблемы, один там, типа, сидит на наркотиках, одна, значит, тетка боится трогать людей, потому что в детстве с ней кое-то что произошло, там, типа, другая очень специфические представления о смерти имеет, ну, и так далее, тому подобное, то есть у всех есть какой-то бзип по фазе, скажем так, вот, и ты, когда смотришь этот сериал, начинаешь сопереживать вот этой семье, начинаешь сопереживать этим детям, и это реально очень интересно смотреть, потому что здесь смешали именно хорр-элементы, ну, то есть условно, там, типа, ребенок видит, там, типа, как какой-то призрак, там, на него, там, нападает, да, и тебе показывают этого призрака, что он действительно нападает, а потом показывают тебе настоящее время и объясняют, что, ну, на самом деле, это был не призрак, это была, там, галлюцинация, потому что ты был мелкий, потому что ты не понимал, там, и так далее, и тому подобное, я могу сказать, что до самого конца этот сериал производит впечатление скорее психологического хорра, чем вот именно такого, но мне не понравилась концовка, то есть концовка сериала, мне кажется, она вот абсолютно все то, что происходило в сериале перечеркнула, и я вот благодарен Netflix только за то, что они не стали продлевать его на второй сезон, а второй сезон этого сериала будет вообще про другое, то есть он будет про другую семью, про другое, то есть как бы такая антология, то есть каждый сезон про свое, и вот первый сезон стоит посмотреть для того, чтобы примерно понимать, как сейчас хорроры в принципе работают, то есть не могу сказать, что это прям очень классный хоррор, если вы хотите испугаться, то вряд ли это произойдет, то есть моментов, где можно там типа дернуться там от того, что на тебя выскочила какая-то херня там довольно мало, мне кажется, этот сериал даже может смотреть Тимур, то есть абсолютно спокойно. Ну это прям знак качества, но мне кажется, я все равно обосруюсь. Ну ты обосрешься в тех моментах, когда там происходит там крепота, таких моментов там тоже будет, но я говорю, вот на 8, там сколько там, 10 серий, на 10 часов хронометража таких-таких моментов будет, ну дай бог, штук 5. Понял, да, идею? То есть как бы в основном там вот такая психологическая вещь. Там не скримеры, да? Ну скримеры там есть, но их мало. Да и они на самом деле не страшные, то есть когда ты понимаешь правила игры, как это все работает, тебе... Ты помнишь, ты помнишь, мы играли с тобой в игру от этих, от создателей Until Dawn? Тебе было стремно в нее играть? Ну иногда, из-за того, что вдвоем, то нет. Ну тогда посмотри Призраки дома на холме с кем-то. И это так, так могу сказать, если очень хочется. Ну окей, хорошо, я так и сделал. Правда, правда то, что у тебя, у меня девушка очень боится. Ну будете друг друга обнимать и орать. Будете вместе бояться. Да, будете вместе бояться. Котенок гав и то-то. Да, это правда. Второй сериал, который я вам хочу посоветовать, называется 000. Я его не досмотрел, но обязательно досмотрю. Он основан на одноименной книге итальянского писателя, и он, естественно, про мафию, но только современную, которая, типа, торгует наркотиками, и, собственно говоря, про наркобарона, который там в Италии все это делал. Оно, в общем-то, и начинается. Там есть несколько параллельно-сюжетных линий, там рассказывают тебе про поставщиков наркотиков, про, типа, как это, производителей, я хотел сказать, разработчиков, господи. Производителей, там, типа, тех людей, которые договариваются, тех людей, которые осуществляют перевозки и так далее и тому подобное. И это, на самом деле, реально круто. Ну, то есть, вот, сериал можно объяснить одним словом следующими моментами. Если вам нравится Сикарио, помните Сикарио? Первый фильм, не второй, первый. Который нарко. Который очень клёвый. Нет, Сикарио. Сикарио, блядь, фильм! Не-не, как он у нас в прокате называется, не нарко. Называется убийца или как-то так. Я не помню. Убийца, да, я не помню. Я просто вам напоминаю, что Сикарио, это где Бенисио Дель Торо играл. Отлично. Я в курсе, в курсе. Вот там был момент, где, если помните, они едут на машине за, как бы, преступниками, да, по автостраде. И там начинается одовольшая перестрелка, такая напряжение нарастает, вот, вот, саспенс и прочее. Здесь есть точно такие же моменты, когда ты смотришь, и, блядь, там такой охуенный боевик происходит, что от него не оторваться. Второй момент. Это сериал, который с, ну, я бы сказал, не с Лизан, он бы сказал, вдохновлен сериалом Наркос. Помните сериал Наркос про этого, про, как его Наркобарон-то, Педро этого, как его, забыл, кого зовут, неважно. Про Пабло Эскобар. Пабло Эскобар, Педро, господи, да, Пабло Эскобар, конечно. То есть, тоже похожи некоторые моменты. И, наконец, третий момент, который похож этот сериал, это, конечно же, фильм Крестный отец, потому что там тоже есть Дон, у него тоже проблемы с семьей, у него тоже там есть предатели и всякие там, я знаю, люди, которые ему могут помешать и так далее. Короче, сериал 0,0,0 для меня это реально открытие, потому что я про него не слышал нихера до тех пор, пока не увидел у Стивена, сука, Кинга в Твиттере, где Стивен Кинг написал, блядь, я охуеваю от сериала 0,0,0, там такие сюжетные повороты, блядь, пиздец, как интересно смотреть. Я думаю, ну, блядь, ну, раз у Стивена Кинга хуевает, надо посмотреть, вот, так что вот такое. И для тех, кто будет его смотреть, могу сразу сказать, что сериал довольно жестокий, то есть, моменты, где там рубят руки-ноги, они существуют, скажем так, то есть, как бы, в первой же серии убивают маленькую девочку, если что. Так что, имейте в виду, что там происходит просто лютая жесть местами. Вот. Такие дела. Говоря про, происходит лютая жесть, здесь вышел на неделе Modern Warfare 2 Remastered, который не вышел в России, ожидаемо. Мы, кстати, предсказывали, что так и будет, так и вышел. Я уверен, что и следующий Call of Duty тоже не выйдет. Ну, смотря про что там будет и как. Значит, история вся в том, что я купил ее в американском сторе за 20 баксов, сразу как она вышла, прошел, и должен сказать, что если вам понравится, имейте в виду, это только сингл, это не мультиплеер. Activision уже сказали, что мультиплееры они будут зашивать в мультиплеер Modern Warfare, то есть там карты и даже режимы. Я должен сказать, офигенный ремастер, потому что, во-первых, в Modern Warfare втором отличный сингл, там, на мой взгляд, чуть ли не лучшая компания в синглом Call of Duty, а во-вторых, там само качество ремастера отличное. Там отличная графика, там отличный HDR, там здорово поменяли геометрию и какие-то косяки. То есть, например, уровень в России был, который больше напоминал такую Францию в Альпах, там теперь реально в России такие избушки теперь прибороженные снегом стоят, ты такая аутентичная, вот, очень здорово, очень классно, проходится часов за 6-8. А ты его как купил на PlayStation? Типа создал аккаунт? У меня у жены американский аккаунт, и у нее в американском аккаунте, как бы, я купил гифт-карту на 20 баксов и купил. Гифт-карту можно взять на G2A или там каких-то таких вот сайтов, активировать прямо в PlayStation и купить. И вы можете, более того, скачать с американского аккаунта, потом перевагиниться в свой российский, и играть спокойно на российском аккаунте. Но он сильно отличается от... Modern Warfare он как раз. Сильно отличается от классики. Нет, это полное воссоздание, но это, знаешь, это как вот ты фильм, который всю жизнь смотрел на VHS-кассете, неожиданно смотрел на Blu-ray. Вот примерно такие впечатления. Совсем такой, потому что, насколько я понял, там игру воссоздали на новом движке. Да, там полностью, то есть это полный ремейк на самом деле. То есть это Activision называет ремейстер, и в описании пишет там новые текстуры, новый анимат. Чуваки, это новая игра, там новый звук, там новые анимации, там новое вообще, все там движок. Ну просто все то же самое, что вы уже видели, в общем-то, изначально. То есть контентное, это тоже, но там, например, есть маленькие детали, которые более цельным делают всю трилогию Modern Warfare. То есть, например, там Юрий появляется в миссии в аэропорту, там есть еще какие-то детали, которые делают трилогию трилогии. И самое интересное, вот с миссией No Russian, она, в общем-то, достаточно такой жесткой была и в оригинале-то на PlayStation 3, а вот сейчас в нее играть с новым миксом звука, с новой такой четкой графикой в HDL-е, ну реально, блядь, не по себе. Вот серьезно, пиздецки не по себе. Я заметил это по ролику. Я могу сказать, что, кстати, это уникальная, конечно, для Activision ситуация, когда игра еще не была даже официально анонсирована, она уже целиком лежала по полной прохождению на YouTube. Да, потому что ее раньше времени онлокнули в немецком. Да, можно было зайти просто на YouTube и просто посмотреть все прохождение, сравнить там, типа, не знаю, графон и прочее. Ой, Димка, там еще прикол в том, что она же вышла эксклюзивно на PlayStation месяц раньше, короче, а на Xbox ее уже можно полностью скачать, поставить, но нельзя запустить. Да, вот так, да. Там уже есть, понимаешь? Ну это, короче, какое-то странное решение, я могу понять, почему они это сделали, но одобрить это решение я не могу. Но проблема вся в том, что это видно даже по картинке, потому что картинка топовая, но по стандартам 2018 года. И самый прикол, что в трейлере, который висит в PlayStation копирайт 2018 года. То есть этот ремейк был готов 2 года назад. И он должен был прикрывать, видимо, выход Black Ops 4, но Black Ops 4 прекрасно и без ремейка продался. То есть вот такая история. Я думаю, что и ремейстер Modern IFA 3 тоже готов. Мне кажется, они их очень все вместе делали. Да, я очень надеюсь теперь увидеть с таким качеством, потому что с Modern Warfare всё понятно. Очень надеюсь с таким качеством увидеть Black Ops, Black Ops 2 и World of War. Вот серьёзно. Да, ну только этого не будет. А если возвращаться, почему вы должны в это поиграть, даже если вы никогда не играли в Modern Warfare? Как-то вот так вот в совсем глухом заваренном танке живёте. Сейчас я вот начал понимать, что мне очень не хватает, особенно с ребёнком маленьким, игр, которые я могу пройти за два вечера. Ну просто... Шести часовых по три часа... Шести... 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 Восьмичасовых игр. И Modern Warfare 2, особенно в ремейстере, это такая восьмичасовая ёба, где всё взрывается, пиздец, дождь из вертолётов, прайс, прайс, отступаем, ядерная боньба. Вот это всё очень здорово, очень классно, очень хорошо подтянута, под современные стандарты. Горячо советую. Американский аккаунт в PSN регистрируется за две минуты. Тоже горячо советуешь. Вот. И две минуты буквально покупается код на 20 баксов. Это, в общем-то, стоимость, если переводить с валюты в рубли, такая же, как сейчас можно. Сейчас довольно много. Нет, я что хотел сказать, на ПК полторы тысячи стоит предзаказ ПК-версии, который выйдет через месяц. И примерно полторы тысячи стоит гифт-карта в PSN. То есть в деньгах вы ничего не теряете. Да. Ну, короче, на самом деле, я бы поиграл, может быть, но я очень скучаю по мультиплееру, но они теперь, ну, Activision Blizzard сказали, что я... Я это сказал уже, да. Да, что, типа, будут карты. Ну, окей, будем ждать, блин, ссаные карты. Слушайте, у нас эта довольно интересная история произошла вот с чем, что мы с Димкой скачали тут китайскую игру. От Тенцента, так-то. И она украла у вас все данные. Я бы тоже об этом думал, как бы, но хорошо, что я запускал под пустой виндой, которая у меня там, типа, ну, только Steam стоит, да, Epic Game Store, типа, да. Да, если хорошо спрограммировали, то, в общем-то, все могли стырить. Да. Ну, не, подожди-ка, они к защищенному партишену Mac. Ты удивишься. Это ты так думаешь. А они хотят, чтобы ты так думал. Особенно я, по-моему, да. Слушайте, ну, я могу сказать, что игра, которую мы скачали, это называется Biped. Как ее на русском языке перевели, двуножка. И это игра про маленькие, веселенькая игра, такая почти детская, про маленьких двуногих роботов, которые необычны в управлении, потому что если вы играете с помощью геймпада, то у вас левый и правый стик отвечают за левую и правую ногу, переставлять их, соответственно. Или если вы играете мышкой, то левая и правая кнопка мыши и вращение мышью отвечают, типа, за левую или правую ногу. Единственное, что в этом случае, я, кстати, Димка пытаюсь понять, как она интересно работает, что, окей, а ты зажал, ну, две кнопки, типа, и вводишь, она там начинает ездить, да, допустим. А если хочу повернуть одну ногу в одну сторону, а другую в другую. Ну, он разъезжается, как бы на шмага отсадится. Ну. Ты не пробовал это? Хочешь, давай запустим еще раз. На мышке я не пробовал. Ну, короче, смысл в том, что эта игра, которая самая ее классная вещь, это кооп. Причем кооп есть как онлайновый, так и на одном экране. Причем там явно это заточено под один экран, потому что если два персонажа разъезжаются больше, чем на 16 метров, ну, внутриигровых метров, то, ну, типа, одного телепортируют к другому. И это, ну, это явно, опять же, рассчитано на одноэкранный кооп. И эта игра оказалась классной. То есть мы с Димкой прошли половину где-то за сколько? Часа три стрима? Мы не половину с того прошли. Мы с того, братишка, прошли обыкновенные уровни. Мы прошли компанию, да. Да, полностью мы прошли компанию за трехчасовой стрим. Если кто не видел этот стрим, он лежит у нас на ютубе. И мы, ну, у нас остались только те уровни, которые, типа, усложненные, скажем так. Но я могу сказать, что в коопе, конечно, тебе нужно поймать ритм другого человека, и это реально, сука, тяжело. То есть сама по себе игра довольно непривычное управление. То есть вы аналоговыми ручками двигаете их ножки, да, у этих, как они назывались, я сказал, дву... Двуножки. Двуножки, да. Вы ноги их двигаете. Но представьте себе, что вам надо еще и синхронизироваться с другим человеком, чтобы одновременно там где-то ходить, что какие-то кнопки нажимать и прочее. Это реально сложно. Поэтому Тимур у нас на стриме так часто орал слово пидорас, что нас на Твиче забанили, блядь. Если вы думаете, что это произошло, типа, не просто так, вот именно из-за этой истории, потому что я могу сказать, что я от Тимура такой хуяще слышал очень давно. Вот настолько эта игра была веселая. Ну, там на самом деле было классно, и самое главное, очень много крутых, интересных механик. Например, когда вам нужно идти по какой-нибудь сужающейся платформе, и где нужно, например, она меняет цвет, в зависимости от того, кто поставил какую ногу. Она там красная, красная-синяя, красная-синяя, красная-синяя. И мы с Тимкой такие ловим, уже даже ничего не говорим, типа, там, на раз-два, да, просто раз, 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 и идем, а каждый по ноге по одной делает. Или там, например, нужно, чтобы три ноги держалось, то есть один человек держит две ноги, другой переходит. Но при этом и другому тоже нужно двигаться, потому что платформа, иначе, типа, не доедет. И ты такой, ааа, блин. У нас здесь жалуется, что на канале нет этого. Ты убрал, да, ее? Потому что я выкладывал. Да, я его убрал сегодня, чтобы оставить только ДТКД. А, ну, значит, завтра выложим, да, и к тому моменту, как вы будете слушать это, уже все выложено на Ютубе, на нашем. Да. Ну, в общем-то, игра действительно классная. Короче, если вы будете играть с девушкой, ну, если вы точно, конечно, не хотите поссориться, вот. Если вы будете играть с друзьями, вот, или вдвоем на одной консоли, ну, сейчас пока только на ПК. Игра, кстати, выходит на всех консолях через месяц или два, потому что там был что-то типа второй квартал 2020 года. Но, учитывая, как она сделана, там она явно заточена под консоли, вот, потому что в игре очень много вещей, которые прям, особенно типа настройки графики, там, настройки всего, она прям явно под консоль. Да, это правда. Да, но, как бы, игра красивенькая, симпатичная, очень классная музыка, звучки, понравится и ребенку, и взрослому. Мы прям реально в восторге были. Она стоит в Steam, кстати, еще всего 300 рублей. Ну, короче, мы угорели, да, нам понравилось реально, да. Да, да. Говоря про игры, которые, что называется, неожиданно накатили, я тут купил с товарищем в складче на Animal Crossing New Horizons на Питч. У меня же появился с Питч. У него, и большое спасибо Азамат, машу тебе рукой, это был подарок, абсолютно внезапный. Я должен сказать, что у меня с этой игрой сложились очень интересные отношения, которых у меня не было очень давно с видеоиграми. В самом начале я ее, сука, просто возненавидовал и выставил на Авито спустя сутки. То есть... А почему? Настолько. То есть, понимаешь, это, наверное, проблема обманных ожиданий. Я никогда не играл в Animal Crossing. Понять не имею, что это такое. Все тут начали на нее дрочить. Метакритик 90. Я такую игру купил, думаю, ух ты, сейчас что-то типа Старди Вэлли будет такое милое, заливал его. Оказалось, что это ебаный тамагочи. То есть, вот первое, что вы должны понимать, это игра, которая привязана к реальному расписанию дня. Там некоторые ивенты происходят только днем. Сразу нахуй, я считаю. Некоторые только вечером, некоторые только ночью, некоторые только в определенный момент недели и так далее. Но причем при этом, Animal Crossing, когда вот ты свою фрустрацию преодолеваешь, что, блин, ты за это 4 косаря отдал, сухо. Обидно как-то, а на Авито игра пока не продается. Ты начинаешь втягиваться и ты постепенно втягиваешься в этот ритм и тебе заходит. То есть, если бы это была игра на стационар, я бы ее просто нахер в окно выбросил. Но вот сейчас я замечаю, что, например, я сижу за компьютером, работаю, у меня появляется свободный полчаса, я достаю свитч и в портативном режиме нажимаю что-то в Animal Crossing. А что ты вообще делаешь? Я просто понять не могу. Что люди делают, блядь, в Animal Crossing? Это а-ля, объясню, это а-ля Stardew Valley. То есть, это игра, где ты, короче, берешь, ухаживаешь за островом, строишь домики, ловишь там каких-то жучков, паучков, выращиваешь какую-то репу, продаешь ее. То есть, это симулятор действий, скажем так. Ну, как Sims, я не знаю, как Stardew Valley. Слышь как круто, когда ты такой, типа, сидишь дома, не можешь выйти на улицу, а там ты можешь выйти цветочки. Да, да, половить что-нибудь там, рыбку, например, еще что-то такое. Короче, игра очень расслабляющая. Извините, я прочитал просто офигительный твит от одной своей знакомой о том, что Animal Crossing охранительная игра для карантина, потому что ты можешь нажраться в говнину, заказать там всяких подарков, всякого какого-то говна, оно к тебе приходит утром или на следующий день, и ты вспоминаешь, блядь, когда я вообще это заказал. Да, да. Или не твои деньги и тебе посрать. Да, 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 в этом плане Animal Crossing, это, короче, реально такая помесь тамагочая, и Stardew Valley, вот из ближайшего, что не дендовскому человеку приходит в голову, в нее надо вкатиться, надо войти в темп, надо понять, что этот темп будет небыстрым, это реально игра под портатив, а не под стационар. Но при этом она реально уникальная, и в ней реально вот есть вот этот вот момент очаровательности, что ли, какой-то. То есть его очень сложно описать, передать словами, потому что вот общий геймфлоу, как сделаны анимации, как сделаны графики, звуки, все-все-все, те в этой игре, сука, уютно. И это говорит человек, который вот первые два дня искренне хейтил Animal Crossing, и знаешь, Сирий, булять, опять налог на Нидендо, сука. Я все еще не согласен, что это 90 баллов, потому что есть многие игры, которые делают такие штуки лучше, без привязки к реальному календарю. Но тем не менее, если вам нужен такой ретрит от проблем современного общества, если вам надо расслабиться, у вас есть Switch, и вы Switch используете преимущественно как портативную приставку, а не стационарную приставку, я горячо советую, New Horizons, потому что он реально классный. Вот говорю как человек, который хуесосил ее два дня, вам серьезно. Все еще не убедился. Говорят, что Stardewilly, это а-ля AC, на самом деле... А-ля Harvest Moon. Да, потому что Stardewilly делался полностью с оглядкой на игру Harvest Moon, которая вышла существенно раньше, чем Animal просит. Да, все так, что имейте в виду. Димка, а нас не забанят за то, что мы показываем игру от Nintendo? Мы же не заставку показываем, а геймплей, какая разница-то? Ну ладно, но если что, я все замажу, и люди, которые будут смотреть нас уже впоследствии, будут видеть здесь один большой размазанный пиксель. Ну и классно, да. Да. Ну окей, в общем-то, смотрите, ну по поводу впечатлений, я понимаю, что мы в общем-то более-менее все закончили. Хотели вам посоветовать интересных статей, которые мы тоже прочитали за неделю. Да. И вы знаете, я хотел начать. Да, первая статья, которую мы вам хотим посоветовать, это на самом деле статья на русском, но вообще оригинал написан на английском. это 25 марта в США Атлантик написал текст про то, как закончится пандемия. То есть, идея даже не в том, когда она закончится, а в чем, что с нами дальше будет, то есть, как поменяется мир, скажем так, после того, как пандемия закончится. Я могу сказать, что вот можете на афише да или почитать перевод на русский, чтобы примерно, ну, немножко переформатировать, что ли, свое сознание, потому что люди до сих пор думают, что сейчас пандемия закончится и все вернется на круги своя. Но этого не будет. Вот в чем проблема. То есть, это многих людей это пугает, многих людей это, наоборот, воодушевляет, но в любом случае мир уже не будет таким, как он был до пандемии. То есть, он будет немножко другой. А вот каким он будет, на это и отвечает эта статья. Причем, это спекуляция автора. Может быть, дело произойдет не так, может быть, дело произойдет так, но в любом случае советую почитать, чтобы просто примерно понимать, что нас всех может ждать в будущем. Такая вот история. Мне очень нравится Атлантик, и я могу сказать, что у них постоянно выходят очень крутые статьи. Да, именно поэтому их стоит читать именно в оригинале, но раз уж мы сегодня закидываем вам ссылочки, то закидываем вам ссылочку на русском. И довольно еще интересный материал, кстати, тоже на эту же самую тему, но уже на английском языке, от New York Times, о том, как журналисты работали в Бергаму, это одна из самых тяжело пораженных областей в Европе в плане коронавируса. И там реально очень тяжелый, гнетущий репортаж о том, какой сценарий потенциально может сдать Россию, если все будет очень плохо. Поэтому вы можете посмотреть, почитать о том, как... Достаточно посмотреть фотографии, потому что уже от одних фотографий, если вы... Если у вас есть зеркальные нейроны, вы можете спереживать людям. Если вы не мимик, да. Да, то вам как бы будет довольно тяжело вот этих фотографий, я не думаю, что их стоит показывать на стриме, но в общем, там плюс-минус все очень плохо, пацаны, вот серьезно. Да, то есть Италия как бы очень... вообще не ждала никаких пандемий, а в итоге ее долбануло побольше других, и там медицинская... Соответственно, вообще медицина, как таковая, не справляется. Да. Это самое худшее, что может произойти с вами, это то, что, окей, вы переболеете, но вы занимаете койко-место, и когда другие хотят переболеть, для них эти койко-место не будет доступны, и они не смогут переболеть, они умрут. Вот в чем проблема. Короче, статья очень тяжелая, так что на свой страх и риск открывайте и читайте. И у нас вот еще интересная история из ведомостей о том, как фильм заражения коронавируса. Мне, кстати, его советовал в подкасте несколько подкастов назад. Да, как он, в общем-то, предсказал сегодняшнюю пандемию, и там довольно интересный такой разбор фильма и того, в общем-то, что там описывалось и насколько это сильно пересекается с текущей пандемией. То есть, грубо говоря, параллельно связанное с тем, что можно ли действительно все это было предсказать. Ну, если не смотрели фильм, то, в общем-то, вот вам примерно, скажем так, пересказ. А если смотрели, то можете почитать еще раз и вспомнить о том, что происходило в кино. Да. А четвертая статья, уж, не коль уж у нас пандемия касс, давайте будем про геймдев. Очень короткая, но достаточно информативная, чтобы тут засветиться. Называется «Имитируя объем как карты нормалей помогает заменить высокополигональные объекты». Она рассказывает про одну из техник, которые позволяют сохранять качество картинки в играх и имитировать высокодетализированные объекты и карты нормалей применяются очень активно. Вот мы обсуждали буквально недавно Call of Duty Modern Warfare 2 ремастер. В оригинальном Call of Duty Modern Warfare 2 карты нормалей использовались суперактивно и очень эффективно. Поэтому, чтобы примерно понимать, что у вас на экране вообще рисуется, если вы этим интересуетесь, оно нормалей или нормалей все-таки? Вообще правильно, нормалей. Но Максимке можно и так, и так. Он же у нас не очень русский. Ну, в общем-то, при любом раскладе очень хорошая статья, очень информативная, очень наглядная. И у них в разделе GameDev есть серия таких статей. Хорошо объясняет на пальцах, как вообще работает Real-Time график. Ну, вообще, я могу сказать, что это очень интересная тема с точки зрения того, как вообще работает GameDev, потому что карта нормальная сейчас используется вообще в любой игре. И, если честно, я сам почитал ее такой, знаете, Today I learned something new. Да, да, да. Это правда. Вот. И, короче, ну, в общем-то, мы заканчиваем потихонечку наш подкаст необычный, потому что это был первый подкаст за очень долгое время, который транслировался на YouTube, причем он транслировался полностью на YouTube. И, в общем-то, если вы не подписаны на наш YouTube-канал, пожалуйста, пойдите и сделайте, потому что там выходит еще кроме, в общем-то, нашего подкаста и наше вечернее шоу ДТКД для тех, кто дома. А теперь вы все дома, поэтому оно теперь для вас. Нас уже написали в Twitter, что вы не думали переименовать шоу для всех. Для всех. Да, да, да. Для всех. Вообще для всех, короче. И мы хотим, в общем-то, поблагодарить тех людей, которые нас поддерживают в это нелегкое время. Мы понимаем, что вам самим очень тяжело, но и нам тоже непросто. Поэтому, если вы нас поддержите, блин, ребят, спасибо вам большое. Даже в три раза больше спасибо, чем обычно, потому что ситуация непростая. Вот. Но опять же, хотим поблагодарить 5D Trade. Алекса Колова, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Евгений Петрунко, fipeningbook.com, funkopoprussia.com, коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яффа, Илья Горевой, Илья Кузнецов, Илья Вакарчук, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, Мистер Берни, Стариков, Polonium, Replay Game Cafe в Санкт-Петербурге, Слава Украине, ему особенно огромное спасибо на этом стриме. Да, он нам сегодня на стриме прям хорошо занес. Спасибо тебе большое, брата. Ти Юджин, Валерия Неборская, Варвара Яффа, Владимир Ходоков, Владислав Сульянов, Вова Стелемощук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Беня, Дмитрий Лобаков, Душевный подкаст Ни о чем, Постбояре, Жене Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сергей Зарк-Клименко, Сережа Шатальников, Ярослав Харищенко. Да. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Ну, а мы на этом заканчиваем 180 выпуск Завтра Каста. И, в общем-то, прощаемся с вами. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что на теле. Давайте до следующего раза. Пока-пока! Будем надеяться, счастливы, ребята. Будем надеяться, что в следующий раз мы выйдем уже на Твиче, а может быть мы сделаем Мы, да, не ожидали, что Ютуб вам настолько сильно зайдет. Но посмотрим. Спасибо вам большое, что смотрели. Давайте до следующего раза. Всем пока. Счастливо, ребята. Пока-пока.